Как научиться включать, в первую очередь, себя, а не свою личность? Кто хозяин сегодняшнего дня? Что сегодня будет? Ты сегодня будешь жить по чувствам или по обстоятельствам? Увидели, что люди убивают, да еще и как бы увидели, кто это делает. Ужасные люди, там вообще зло какое-то там, да, творится в мире. Теперь из-за этого у меня вот проблема. Я не могу полететь куда-то, какие-то там санкции, работа, деньги, еще что-то. Здесь очень простая, перед человеком стоит задача. Ну, то есть, остановиться. Остановиться в навешивании ярлыков на текущую реальность. Вот здесь важно перевести свою совесть в режим не наказания, а вдохновения. Получается, в этом и есть смысл жизни. Пока ты не научишься радоваться тому, что у тебя есть, не получишь то, чего у тебя нет. Обстоятельствами можно управлять массами людей, через обстоятельства. Неосознанными массами людей, правильно? Есть два типа знаний в нашей жизни. Знания красные и фиолетовые. Когда мы получаем какую-то информацию, если мы ее не интегрируем в свою жизнь, это равно отравлению. Александр, приветствую. Приветствую. Сегодня с вами хочется поговорить про реальность. Ваша одна из основных программ называется «Вскрытие реальности». И вот в нашей реальности в последние несколько лет происходят очень интересные события. «Вскрытие». Да, прям такое. Я люблю очень эту тему затрагивать, обсуждать с мастерами, потому что у всех немножечко разное видение того, что происходит. Вот мне бы хотелось начать, если вы не против, с событий конца 2019 года, 20-го года. Пандемия, то, что началось, то, что довольно сильно повлияло на весь мир в целом, то, что мы раньше не видели. Чтобы вся планета как-то вот пришла в движение, что называется. Сейчас текущее событие тоже приводит планету в движение. Да, да. События последних месяцев тоже довольно сильно влияют и на нас. И понятно, что во всем мире будут последствия. Что вообще происходит, по вашему мнению, по вашему взгляду? Ты правильно начал. Что-то происходит в скрыти реальности такое некое, да? То есть смысл курса скрыти реальности – это, по сути, возможность увидеть, как на ладони, все модели своей жизни. То есть катализируется очень быстро, с пределах суток, с одного дня катализируются обстоятельства таким образом, что человек не может не увидеть свои скрытые модели поведения, что вообще есть в его содержании. То, что раньше было недоступно его восприятию, потому что очень находился много в тактике. И сегодня в мире происходит, на самом деле, глобальное такое вскрытие реальности, да? Когда очень сильно уплотняются события и наряд. Очень события яркие, их много. И в этот момент происходит как раз вот это подталкивание к выбору человека, к определенному. И этот выбор, он очень тут, на самом деле, может быть как благоприятным, так и усугубляющим текущую реальность человека. То есть, по сути, он видит как на ладони, так. Ага, ну, кто готов увидеть? Вот на ладони сейчас все свои паттерны, которые у него поднялись оттуда, как он сейчас реагирует на те или иные разожители внешних обстоятельств. Каждый человек, абсолютно каждый, на земле сегодня, там, если это было как-то размазано раньше, там, у кого-то случилось, у кого-то еще не случилось, у кого-то еще усугубляется там жизнь на предмет, как бы, отсутствия выбора в пользу себя человека. И сегодня каждый будет делать выбор, да. То есть, такие события, что либо ты делаешь выбор, либо ты в хорошем смысле выходишь из выбора предопределенности. То есть, когда ты либо осознаешься в этой будущей событии, понимаешь, что на самом деле происходит, берешь тотальную ответственность за свою жизнь, на себя, либо ты все-таки еще больше усугубляешь, там, либо плотность событий в конкретном, реальность конкретного человека еще больше увеличится, вот обстоятельства будут давлеть над ним, и это приведет либо, там, к разрушению его тела, да, или перезагрузке физического, там, его сознание перейдет в новую жизнь, вот. И что тоже, в целом, тоже путь, тоже часть пути, когда надо понимать, что мы приходим сюда чистыми, и мы тут собираем устойчивые модели поведения людей, которые, которым мы пришли сюда, да, и настолько сильно давлело в обществе модель поведения потребления, да, модель поведения накопления, что для кого-то это стало, там, точкой осознания, а для большинства это стало точкой, как бы, усугубления, как раз, да, то есть приведение себя в самой модели самоуничтожения. И когда люди придут, ну, не люди, души придут обратно, вернутся снова на землю, здесь уже будут совсем, например, царить другие, скажем так, уровни нормальности, вот. Другие программы будут загружаться, и сегодня мы видим, значит, глобальный выбор. Либо ты уже сейчас переходишь в новую естественность, присутствие себя в своих чувствах, в проживании своей жизни, либо ты, там, теми или иными способами, там, их будет сейчас множество, все больше и больше, там, выходишь из-под своей, значит, текущей запрограммированности через перезагрузку сознания, смену физического тела, и набираешь на личность, значит, представление о мире нового порядка, вообще. Вот, поэтому происходит такая большая перезагрузка глобальная, перезагрузка, значит, новой естественности, присутствия на земле, в которой мы находимся. То есть, если раньше это нормальность была потребительская, то сегодня будет нормальность созидательная. И мы ее, на самом деле, видим, и огромное количество людей уже перешли, совершили этот переход, в новом сознании находится, кто-то ушел уже очень далеко, и недоступно для восприятия массы сейчас, да, находится. Вот, кто-то находится в стадии перехода и помогает другим перейти, вот, кто-то утверждает в своем переходе. Но, как мы можем заметить, там большое количество людей, то есть, они все-таки выбирают зацепиться за старое, вот, и остаться в этом. Но в этом остаться уже не получится. То есть, сегодня мы видим в себе другой мир. Это, то есть, становление нового мира. Да, мы видим становление нового мира через попытки старого мира удирать как-то контроль. И в целом эти события последних как раз месяцев, они про это и говорят, что даже старое государство, образование государств старого типа, там, да, образование моделей собственности старого типа, то есть, они все уходят. И да, это то, что мы видим, как агрессию некую, да, значит, это все сейчас просто попытки хоть как-то удержаться. То есть, это неминуемое все вканет в лету и придется абсолютно новое образование мира. Про новый мир. Многие мастера и в целом в сфере эзотерики, ну, лет пять, наверное, как уже, идет вот такая прям волна того, что некий переход в новый мир, новый мир и так далее. Что же это все-таки за новый мир будет? И, может быть, попробуем как-нибудь с вот этого эзотерического языка перевести в плоскость нашей бытовой жизни. То есть, каким новый мир будет для нас в бытовом плане, если это возможно? Ну, во-первых, то есть, если говорить все-таки про общественную какую-то нормальность, да, у нас не изменится строение, скажем так, полушарий, да, левое и правое, где одно полушарий отвечает за нашу личность текущую, второй полушарий отвечает за такое сканирование зеркальных нервных связей и сравнение этой личности, сформированной с другими личностями в социальном мире. И так происходит, скажем так, такое вскрытие протокола безопасности сохранения энергии нашего элитидного ума, где ум говорит, да, мы стали общественно ненормальными, давай-ка выделим энергию на изменения. То есть, изменения происходят как бы либо с человеком большим трудом через преодоление этого протокола безопасности, либо через все-таки какое-то такое единое мнение, да, что пора меняться, потому что мы будем социально неадекватными, а если мы будем социально неадекватными, значит, мы будем инстинктивно не приспособлены там к продолжению рода условия. Когда сменится общественная нормальность, общественная естественность поменяется в мире, то получается, что этот протокол безопасности, он будет работать на благо общества, по сути. То есть, это, ну, такие, на самом деле, нечасто встречаемые случаи, когда в жизни человека, когда инстинкт начинает работать на благо, ну, то есть, за пределами там, когда мы формируем еще личность, это работает очень сильно во благо, за пределами формирования личности, когда она сформирована, становится самодостаточной, замыкается в собственном выборе, вот, и говорит о том, что зачем нам что-то сейчас анализировать, смотреть, сравнивать, когда мы, в принципе, уже много чего знаем, много чего пробовали, в общем, мы уже подостаточнее в этой жизни, вот, и человек замыкается в себе, то есть, замыкается в собственном выборе, И тогда любые изменения могут происходить только тогда, когда он реально преодолевает протокол безопасности, то есть это выходит из зоны комфорта своей. То, что происходит сейчас, то есть сейчас уже есть новое образование с точки зрения естественного, скажем так, нового социального поведения, но оно еще недостаточно сильное, чтобы массово люди могли использовать зерокальные нервные связи. Они не сами используют, они автоматически работают. То есть наша система, она так даже бессознательно постоянно сканирует общество на предмет своей адекватности по сравнению к миру. Она начнет работать, то есть сейчас она пока не давляет, то есть это не, скажем так, явление, которое может сказать, что вот все, мир перешел в новую нормальность. То есть сейчас пока точечные очаги такие. Если локально поместить человека в сообщество людей условно с новой нормальностью, он, конечно же, переключится. Но если у него эфир информационный в большей степени сейчас контактирует со старой нормальностью и частично контактирует с новыми, и как-то относится еще пока не авторитетно. Ну да, вроде что-то говорят, интересно, но пока так вот какие-то странные ребята, наверное, отлетевшие какие-то, то не включается еще пока это массово не будет работать. Но как только та же история с вирусами, с массовой историей, та же история с военными действиями, та же история о том, что человек может воспринимать обстоятельства очень критично, и это будет убивать его психику, то есть травмировать его, переводить его в модель самоуничтожения. То есть люди истощат себя в целом, да, истощат либо сами себя своим восприятием реальности на предмет негативного отношения к ней, либо уже сейчас находится там модель самоуничтожения, либо это какие-то такие прям события в виде там, значит, тех же вирусов там или военных действий, вот. И это сократит количество, ну то есть старой нормальности по отношению к социуму, да, и приведет к тому, что в целом сегодня там то небольшое количество людей, немножко увеличивающиеся, конечно, новые нормальности, да, перевалит там, скажем так, кворм, да, то есть 50% и большинство людей уже не смогут игнорировать новые правила. Игры там, да, новые вот эти вот, ну даже не правила, игры новое представление в мире, сформированное как бы в обществе. Вот это выход как раз в потребительский парадигм, это выход в созидание, в гармонизацию уже, и тогда произойдет вот этот переход, то есть он сейчас происходит, но происходит точечно, вот происходит где-то как бы там в группах людей, да, в небольших, но вот массового перехода еще не случилось, ну там полтора-два года и это случится. Полтора-два года и это случится. Это все-таки будет что-то положительное для нас или все-таки сначала будет больно? Это вопрос отношения же к реальности, то есть для того, кто уже является хозяином своего отношения к реальности, мы являемся, ну по сути, творцами обстоятельств и хозяем и восприятия этих обстоятельств. И вот если человек уже считает себя таковым, то для него любое событие будет положительным. Ну а какой же я хозяин обстоятельств, если это вот, я не хотел, ну допустим, тех событий, которые происходят, а они вот произошли, и теперь из-за этого у меня вот проблемы, я не могу полететь куда-то, какие-то там санкции, работа, деньги, еще что-то. Ты знаешь, я недавно был в Ижевске и хотел пообедать там в вегетарианской кафешке, и нашел единственное кафешку, там называлось оно Солнце, как-то так. В общем, я приезжаю туда, и там висит объявление. Значит, по независимым от нас обстоятельствам мы переехали в другое место, ну и там тоже не открылись. Вот, это было единственное кафе, ну вот, в общем, понятно, почему вообще закрылись, ребята. И тема осознанности, она всегда про тотальную ответственность, нет никакой границы вообще, где заканчивать ответственность за твою жизнь. То есть эго, конечно, можете нарисовать иллюзорную границу, но по факту ее не существует. И вот мы можем сколько угодно ссылаться на обстоятельства, и это будет, по сути, когда мы говорим, что ввиду обстоятельств, мы говорим, что мы в этот момент предаем собственного творца, на самом деле. Вот, и когда я говорю, что ну как так вот, ну типа я все делаю, все возможно, у меня не происходит ничего, то есть от меня реально что-то не зависит, потому что вот это, вот это. Я же не могу влиять на решение президента или на решение, значит, там своей управляющей компании или чего-то еще, более близко уже, да, к телу человека, к его источнику. Вот, а в этот момент происходит вот этот вот слив тот самый ответственности, да, и человек, ну, имеет мнение о мире в виде сознательной его части. А сознательная часть, ну, там, очень малая часть того, что представляем мы из себя. То есть есть огромное количество бессознательного и подсознательного, которые накоплены годами, мы-то складировали это представление о мире. Там три этапа, значит, формирования нашего представления о мире, которым мы оперируем, но сознательная часть может это мужчине осознавать. То есть мы с утра просыпаемся, и пока ты открываешь глаза и осознаешь, кто ты, сколько тебе лет, там, где ты проснулся, какие у тебя задачи на сегодняшний день, в этот момент уже подгрузилось все твое представление о мире, подгрузилась твоя реальность. То есть подсознательное и бессознательное представление о мире, содержащиеся в бессознательном, оно уже подгрузило твою реальность. То есть это как бы фоновый процесс. Вот, и оно сформировалось из трех составляющих. Первое, это, значит, то, что передали тебе твои предки, родители и их предки. Это представление о мире базовое, которое у тебя было. Второе, значит, представление о мире, которое сформировалось на фоне собственного опыта, и тоже его интерпретировал, да, немаловажный факт. И третье, это то, что ты насобирал на предмет насмотренности, на опыт других людей. И вот так сформировалось, значит, вот это базовое представление о мире, которое уже, ну, ты постоянно осознательная часть не прокручиваешь его, но оно всегда с тобой, оно всегда формирует твою реальность. И фонит тогда. Ну, оно, ну, то, что ты фонит, оно реально как бы является источником реальности. Ну, то есть источником и содержанием реальности. И качеством этого содержания реальности. Но когда ты осознательной частью этого не осознаешь, когда ты сливаешь ответственность, там, рисуешь эту границу эго, ну, хорошо, вот это вот там, ну, квартира моя понятна, там, дом понятна, Ну, наверное, еще пару там человек близких там более-менее как-то я контролирую, вот, ну вот там начальник мой там или, значит, страна там или мировое правительство, вот там я вообще никак к этому никакого отношения не имею, и как бы вот все, что происходит, я не влияю на это. И когда у тебя есть недовольство чем-то, но ты не можешь дотянуться до этого, изменить это, ну да, ты для себя это решил, так и обрезал все, то у тебя окопится это внутреннее, ну, сопротивление такое, негативность некая, она будет либо выливаться на близких, потому что до них ты можешь дотянуться этой негативностью, либо в большей своей степени она будет влиять еще больше на формирование неблагоприятной реальности, которая, ну, есть у этого человека. То есть, ну, и тут единственный выход, это как раз-таки осознание, ну, то есть осознание, что ты можешь перепрограммировать свое восприятие этой реальности, осознать себя творцом этой реальности, когда ты можешь, так, хорошо, я, наконец, там, сел в медитацию, понял, что действительно все, что там, ну, хорошо, допустим, медитировал в ретрите, допустим, и увидел, что вообще все, что происходит с тобой, имело начало в тебе. И ты такой, типа, так, я все понял, это перед началом во мне, такой, сел такой в принятие, я понял одну вещь простую, я вообще не умею творить, потому что я такую дичь творю в жизни своей, вот это все же я сотворил, получается, если я почувствовал, что это действительно от меня все исходит. Вот. И человек проваливается в принятие. Он такой, если я не умею творить, то я вообще творить ничего не буду, я буду в принятие. Такой в дзен проваливается, не осознавая, что принятие нужно было для того, чтобы он научился принимать осознанные решения. Из принятия принимать решения. Другого порядка совсем, осознаваясь о творцом. Да, конечно же, если ты всю жизнь как бы занимался этим творением, да, реальности, не осознавая, что ты творишь эту реальность, при том, у тебя еще было созерцание этой реальности, не осознавая, что ты творец того, что ты созерцаешь, то у тебя, конечно же, будет происходить такое там опускание рук скажет такой нет я при осознании что на фоне всего этого осознание что это ты был творцом этой реальности этого всего негатива в своей жизни и восприятие этого негатива я скажем так вешание ярлыков этого негатива на эту реальность и такой типа я лучше вообще творить ничего не буду если я вот такую творю и человек проваливается дауншифтинг да очень часто в осознанности люди не понимают зачем нужна осознанность и они вот самопознание там крутились не понимаешь и нужно самопознание проваливаться обратно потому что или либо остаются вот этом зависим состояние такой так стоп лучше вообще не дышать сейчас ничего не делать хуже только еще сделать на что я только пошевелюсь и вот все что у меня здесь сразу формирует реальность сразу же моментально там влияет на изменение моей реальности и не садуешь вот эту штуку можно менять ну то есть внутреннее содержание представление реальности она подвержена изменению и и первый базовый как бы там принцип изменения реальности это перепрограммирование свое восприятие на предмет того что ты созерцаешь на предмет того что ты сознаешь так хорошо я творец этого это я сотворил там да я могу это воспринимать положительно нейтрально или негативно нейтрально что мне дает нейтральная позиция там принятие да это дает некую фору для того чтобы я мог выбрать какую реальность подсветить сейчас какой области там жесткого диска моего представления реальности дать внимание чтобы это сформировалось вот и там ты чай красный вопрос да то есть здесь очень простая перед человеком стоит задача то есть остановиться остановиться в навешивании ярлыков на текущую реальность я все знаю так эти плохие эти хорошие то черное это белое то холодное и то горячее вот этот навык раз осознанность самый первый сформировать буфер это прям конкретная нейронная связь буфер который позволит тебе остановить процесс реакций потому что если хочется реально изменить реакцию реальность свою то следует изменить реакцию то есть изменив реакцию ты изменишь свою реальность буфер между тем что происходит в реальностью и своей это как ты реагируешь на что происходит ну потому что ты реагируешь через интерпретацию что такое реакция это по сути ответ из базы данных твоей личности например того что ты видишь такой я вижу сейчас там не знаю взрыв игру так это плохо сразу же моментально может посмотрим пошли немножко что это за взрыв такой такой смысле смотри шире мосту говорит зачем нам тратить энергию смотреть шире когда и так понятно взрыв нашей категории баз данных это плохо и все таки уговариваешься да посмотрим пошире такой смотришь шире и это видишь что там это скалистая такая порода которые взрывают пещера и не люди и мост такой автоматически из твоей личности быть вообще ужасно лучше бы не смотрели шире потому что смотрел убивают людей сейчас может еще пожили посмотрим зачем шире также понятно взрыв людей убивают плохо все давай пошли посмотрим смотришь пошире и значит в спектр этого восприятия появляется тот кто детонатор нажимает на такой вообще ужасная ситуация зачем было смотри шире когда я и так тебе сказал что взрыв это плохо смотри ты слил шире мы потратили энергию на это ширину обзора реальности увидели что люди убивают еще и как увидели кто кто это делает ужасные люди там это вообще зло какое-то творится в мире а может еще шли посмотрим максимально широко посмотрим на эту ситуацию ну конечно давай но я же тебе все плохо еще хуже хочешь чтобы увидеть то есть негатив начинает накручиваться ну ты смотришь максимально широкость тебя позволяет да там все-таки степень осознанности принять такое решение максимально широко посмотреть объективную реальность и видишь там скоро помощь стоит оказывается это людей спасали из-под завалов ну то есть глобально как бы что бы ни происходило все происходит для человека всегда но когда мы смотрим локально там в своей черно-белой краской все раскрашиваем то ну чаще всего человек провалится в негативности это восприятие вот поэтому печально вопрос первое это остановить реакцию и в самой этот буфер в котором ты можешь принимать на ту же единицу времени принимать другие решения или не принимать решения мне-то близко такая так скажем идеология просто мне хочется вот средь транслировать то что часто вот возникает у людей когда вот заходит вопрос на тему своей ответственности тотальной да то это очень сложно принять очень сложно принять что я ответственен в том числе за какое-то зло и какие-то трагичные события которые происходят вот если посмотреть пошире вот прямо подняться с вашей вот с вашей области вот этого широкого восприятия что здесь вообще происходит вот если совсем широко посмотреть то есть это что ну вряд ли вы сторонник того что человек это просто некая там прямоходящая обезьяна задачи которые там просто просто как-то выживать существовать хотя ну понятно что это тоже некая часть нас все-таки что это такое где мы вообще находимся реальность ли это вообще или это может быть какая-то под реальность надо какой-то еще другой реальность я бы на не уходил сильно вот в тему там сознание и того кто иллюзии в которой мы находимся скажем тогда не называл бы этой иллюзией все-таки другой контекст разговора вот если посмотреть более приземленно на что здесь происходит то вот такая школа взросления сознания на предмет жизни из своих чувств то есть любое обстоятельство которое происходит она может быть давлеть над нашими чувствами когда мы можем сказать что слушай я конечно чувствую что вот хочу так поступить но не могу потому что обстоятельства внешне это сделать и вот глобальный урок такой что человек проходит здесь на земле два этапа первый этап это утверждение в своих чувствах повышение чувствительности до такой степени что такие явные чувства присутствия в реальности что они просто перед ними любые сомнения ума меркнут это меня что твое чувство второе это жизнь из этих чувств то есть когда мы научились научились себя слышать следующий шаг это важно научиться себя после этого не придавать этим этому слышанию этому давать внимание из внимания следующей тоже родится действие это сложнее это ну скажем так то к чему люди чаще всего не готовы да они там бегут в осознанность начинают себя там чувствовать но по инерции продолжать себя предавать и вот это случается еще хуже да вскрытие реальности допустим да происходит вот там на курсе либо там неважно в жизни вскрытие реальности происходит у человека он понимает что вот он оказывается да как и вот он сходил там куда-нибудь увидел там какой-нибудь значит как вообще все устроено не знаю в любую какую в любое место где происходит решение сознания сейчас не будем даваться подробности курса в любое место где происходит решение сознания видение то есть получается у него появилась новая картина реальности как устроен мир там да там можно не знаю кому-то убежит там еще психоделики они вообще могут увидеть там как не знаю взмах бабочки влияет на решение президента вот эти все взаимосвязи увидит его а он тоже ну не практиковал ничего он просто взял там что он что-то употребил и открылся себе вот это расширенное сознание на мгновение какие-то вот увидел все это дело вернулся обратно в свою реальность личность у нее вообще не поменялась у него первичности появилась вот это видение как может быть и когда он заходит с этим в жизнь то у него получается его личность начинает обвинять себя смотри как мы должны по идее да могли бы проявляться в жизни вообще как жизнь устроена а мы делаем 100 по старому все еще потому что он не может делать по-новому то что нету новых нервных связей не про не перепрограммировал он себя в практике не переделываться не изменил на и он продолжает по инерции жить по-старому и тогда возникает конфликт между тем кем он мог бы быть и кем он является сейчас и чем больше разрыв между тем кем он мог бы быть и какую картину мира сейчас видит кем он является тем выше как бы чувство вины и как следствие тем выше будет наказание он сам себя наказывает эти мы здесь важно перевести свою совесть в режим не наказание вдохновение да вообще как бы карьиção корректная работа совести это вдохновение к rate и ведешь разницу между тем кем ты мог бы быть и кем ты являешься и ты вдохновляешься этой разницей идешь и ширях представление себе меняешь свои модели поведения и свое представление мире согласно вот той картины, которую ты получил, и тебе она откликнулась каким-то образом. И мы начали про чувства говорить, что человеку важно обрести жизнь из собственных чувств, и потом в этом утвердиться. Но многие не переходят на этап утверждения проживания из жизни, из своих чувств. Могут даже услышать, но не переходить туда. Почему? То есть опять происходит этот слив ответственности, когда ты, может, даже сказал себе, что ну все хорошо, теперь мои чувства точно выше, чем там желание там моего работодателя или там кого-то еще, вот какую-то границу нарисовал, вот эти теперь точно не влияют на мои чувства, я теперь буду проявляться из своих чувств. А у тебя еще близкий круг есть. И там, допустим, жена или там дети там что-то хотят там, да, вот. И вдруг твои чувства начинают противоречить самым близким людям. Вот, вроде бы там уже нет противоречий, а вот в близком круге есть противоречия. И вот эта вот задача, да, представляешь, настолько утвердиться в своих чувствах, чтобы понимать, что никакое внешнее обстоятельство, даже обстоятельства своего любимого человека там или детей не может перекрыть твои чувства. То есть, по сути, их душа, душа ребенка или душа там любимого человека находится в формировании некой школы вокруг тебя, в которой она формирует обстоятельства такие, где ты можешь, ну, свои чувства пренебречь, сказать, ну, ладно, ради детей же там или ради жены я сейчас, конечно, это сделаю. И вот там, ну, банальный пример, там, да, жена просит мужа, там, не знаю, там, перетащить коробки тогда, а у него сейчас там какое-то, не знаю, любимое дело. И вот ему прям хочется, он чувствует, но не может, потому что там кучу тел, которые жена ему там надавала, там, говорит, вот это, вот это сделай. И вот он идет, с одной стороны, сознательная часть понимает, что он уже любит этого человека, он идет и как бы помогает ей, да. А с другой стороны, он предает себя. И в этот момент, то есть в семье транслируется модель поведения предательства. Ну, то есть родовой урок там ребенку дальше передается. И это не говорит про то, что нужно там забить, да, на близких. Ну, это говорит о том, что здесь, ну, в семье есть однонаправленность вектора чувств, но она доступна только тогда, когда каждый член семьи перейдет в свои чувства. И пока есть колебания в чувствах, там, да, в своих, ну что, недостаточно чувствительных к себе, но понимает, что вот, что-то не то все равно. Да? Его что-то просит там сделать, это противоречит его даже текущей чувствительности. Он идет и делает. В этот момент происходит как бы, ну, утверждение в моделях поведения предательства, у всех. Там не может быть однонаправленности в чувствах, там всегда будут противоречия. Но когда человек самодостаточен в, уйдет самодостаточность свою, идет в повышении своей чувствительности, слышит себя настолько, что-то перестает, как бы, ну, перестает хоть как-то встречаться с его сомнением, потому что они уходят из сомнений в такой высокой чувствительности. И вот тогда происходит переход. И вот такая магия случается, когда чувства равновеликих душ в этой семье, они как бы становятся однонаправленными. И вот все, там, ну, все, многие попадаются, значит, в такую ловушку, когда они не могут в это перейти, потому что на текущей чувствительности их чувства противоречат чувствам другого человека, или, там, желаниям другого человека, или обстоятельствам другого человека. А переход, как бы, он делается, ну, то есть, надо прям, ну, в себе внутри четко решить, так, подожди, мои чувства выше любых обстоятельств. Никакие обстоятельства не могут быть выше моих чувств. И вот когда такое решение принимается, вот тогда случается, как бы, синхронизация направленности. То есть, по сути, там, если рассматривать со стороны души, там, человека, да, второго, который формировал те обстоятельства этой личностью, который вроде противоречивал этому чувству, то есть, уходит урок. То есть, подрядчик перестает формировать те обстоятельства и переходит в другое абсолютно русло. То есть, у него этап тот завершается жизни, когда он, там, жил из претензий к человеку, там, или формировал что-то, что, там, ну, так, вот хоть что-то делай, но надо, чтобы ты что-то делал обязательно. Ну, знаешь, там, бывает в отношениях, да, такое, мужчина-женщина. Поэтому вот этот неочевидный переход, вот, в свои чувства, вот, когда принимается решение, то есть, вот тогда мы начинаем стадию перехода в проживание себя. Это, по сути, и есть то, во что сейчас идет все человечество, да, когда человек, наконец-то, сможет массово присутствовать в своей жизни, а не проживая чужие обстоятельства или, там, чужие какие-то, значит, цели и желания. Вот в эту тему, у меня, конечно, уже очень много вопросов, но вот в эту тему очень частый вопрос, а как отделить мой эгоизм от того, что это на самом деле мои истинные чувства? Ведь часто так бывает, что вот я не хочу куда-то ехать или идти, потому что это мой внутренний голос сопротивляется, или это мне просто лень, я вот такая редиска ленивая? Очень хороший вопрос, потому что это и есть камень преткновения, на самом деле. То есть, когда человек может вот такую информацию услышать, и от эго начинает говорить, ну, все, я не буду тебе ничего делать. Подтверждение. Я пойду из своих чувств сейчас, я не хочу это делать, и все. То есть, надо понимать, что эти решения, ну, то есть, вообще, чувства, живут за пределами личности, там, да, нашей. Скажем так, берут свое начало, они запряжены с личностью, но они берут свое начало за пределами личности. То есть, пока человек находится в личности своей, то есть, замкнутости, предопределенности своего выбора в течение жизни, там, он 30 лет себя формировал, допустим, да, и вот он, типа, такой самодостаточный, такой, понял, что я все про жизнь знаю, там, вот так все устроено, какой-то имеет такую твердую картинку представления о мире. Вот, он, значит, он становится предопределенным, то есть, у линии жизни, там, их можно считать легко, там, да, по лицу, по ушам, там, все многое есть сейчас в профессии, там, которые позволяют это делать. Но, когда человек выходит из-под предопределенности, у него меняются линии на ладонях, прям конкретно меняются линии на ладонях, меняется лицо, меняются, там, вот, ушные раковины. И пока человек не умеет уводить внимание в точку за пределами личности, а это и есть ты, по сути. Ну, то есть, человек не является своей личностью, он тот, кто формировал личность, но когда он об этом забывает, он замыкается в этой личности, его внимание там застревает. И вот задача в практиках как раз очень простая, это вывести свое внимание за пределы своей личности, остановить внутренний диалог, остановить последний процесс, выйти из-под реакции. Это не то, чтобы стать аморфным, там, да, это просто такой навык сформировать, чтобы потом это соединить. То есть, вот это состояние себя за пределами личности соединить со своей личностью, где у тебя уже набор этой личности и представление о мире внутри этой личности, которая сформирована и формирует реальность, подвержен твоему теперь управлению и выбору из состояния невовлеченности в этот процесс. Вот. И вот там возникает, ну, источник чувствительности к себе, чувства. То есть, ты тогда можешь соединять чистое внимание из своего источника с тем, значит, для чего ты создавал твою личность. Потому что личность, на самом деле, создавалась конкретно под задачей души. То есть, ты можешь ее не осознавать, ты можешь в ней застрять, но когда ты из нее выйдешь, ты поймешь, что она идеально создана под задачей души. Это такой замысел, да, твоего пути. Но в нем можно просто застрять. То есть, есть некая задача души, под нее создается аватар в виде личности, да? Ну, я бы не так сказал. Который помогает эти задачи реализовать. Давай на примере тогда. Вот у меня есть брат, да? Он в свое время прошел мои курсы. А до этого, как бы, ну, почему я говорю про курсы прошел? Потому что он его включила. Его конкретно включила. А до этого он был дознавателем там в МВД. И вообще не понимал, зачем он 20 лет там был дознавателем. Он был лучшим дознавателем в своей профессии. Он там каждый год получал эту награду дознаватель годы. Вот. И вышел на пенсию в 38 лет и пропал. Просто он такой, все, тлен. Как бы, непонятен смысл жизни. Все вообще. Зачем я это делал? Зачем я 20 лет жизни сжег в этом МВД? Вот. А когда он все-таки попал там на практике, его вскрыло. Вот. Значит, вот это вот опыт, умение дознавать, докапываться до сути с задачами своей души, условно. Да? Он сегодня проводит там, значит, групповые занятия, сессии проводит. И вот это дознавание он теперь раскрывает, ну, там, условно, ну, не преступление там, да, вот, а именно как у человека случились первые шаги не туда, в интерпретации. Преступление человека против себя. Да, да, против самого себя. Но там он уже это как преступление не интерпретирует. Это как раз тоже часть формирования личности. Но для, скажем так, первоначального восприятия сознания человеком, это, по сути, ну, вскрывается первое преступление человека перед самим собой. То есть он вот настолько был прокачан в своем деле дознания, что когда он это совместил, человек там, садится на 3 часа, значит, 3 часа у него там идет сессия, условно, да, 3 часа идет сессия. И в конце, значит, сидит человек там в слезах, в откровениях, в осознаниях того, где случилось первое предательство, где эта цепочка зародилась вся. Вот. И вот таким образом и происходит такое исцеление. Вот. Поэтому, когда мы находимся в недопонимании или в замкнутости своей личности, зачем мы это создали, такой тупик, зачем я сюда пришел, вот это все как бы, ну, бессмысленно кажется. Но как только ты выйдешь за границу личности, как только у тебя получится в практике, там, да, вот у нас как раз ретрит в чистых медитациях проходит, там, выходные дни. Человек выходит как раз по методологии, очень просто, там, 3 шага, очень конкретных 3 шага выхода за границы своей личности, осознания себя за пределами ограничения. Потому что, ну, личность это единственное, что у нас ограничено, больше, значит, вообще ничего не ограничивает. То есть наше сознание пропускается через призму ограничения личности и формируется наша, ну, текущая реальность в этой форме жизни. Вот. И когда мы выходим, то есть мы осознаем себя безограничным потенциалом, это позволяет ширина увидеть, как бы, для чего ты создал эту личность, когда соединяешь, это даже не на уровне ума, это начнется, ну, вот, как раз чувство, да, то есть ты начнешь это чувствовать, это будет самоощущение за пределами, там, необходимости, объяснения, что тебе сейчас нужно делать. У тебя начнут рождаться действия, которые, ну, то есть такие задачи, такие желания, захочешь делать то, что ты не можешь не делать. И это случается, это такая вот, ну, по сути это и есть предназначение, но оно не является предназначением с точки зрения, там, объясни мне, чем заниматься, там, или, там, покажи мне по звездной карте, там, чем я должен заниматься в этой жизни. Нет. Это как раз осознание того, что предназначение не находится в области знаний, оно находится в области чувств. И вот пока ты чувства не обретешь и свое внимание не дашь своим чувствам, как раз соединишь, да, свое внимание, это потенциал, с личностью, которая, там, сформированная, и рождаются чувства, и даешь им внимание, и рождается действие, которое является, там, ну, назовем это состояние потока, да, когда все вот у тебя случается. Угу. Очищение происходит старого представления о мире, все вот эти узлы развязываются внутри на предмет, ну, скажем так, ошибочных интерпретаций, и происходит его глобальное исцеление. Угу. Ну, глобальное с точки зрения личности. Вот, как раз в этом хочу спросить насчет глобального. Мы, когда заходит разговор про, там, управление реальностью, формирование своей реальности, мы в этой реальности находимся сами или это некая, некий, я люблю приводить такую аналогию с игровым сервером, некий групповой сервер, на который мы каждый приходит, но при этом может, условно говоря, этот игровой уровень как-то формировать под себя. То есть, как это происходит? Ты знаешь, наверное, будет, ну, непросто понять, как бы, да, но кому-то там, кто не проживал это чувство, но я постараюсь из своего проживания проговорить. Возможно, это будет как-бы, ну, понятно, как я это, как я в этом присутствовал в свое время. Я, во-первых, там проживал практику смерти, холла в тибетскую. А вот, это когда, значит, ты резитируешь, у тебя физически открывается темечка, физически прям, с симония медитации, и там, ну, такой же ритуальный чистый момент, когда там, вот, открывшая темечка, составляют соломинку. Ну, довольно-таки такой забавный момент, выглядит где-то, ну, неоднозначно очень. И ты вот это соломинкой ходишь, в общем, вокруг монастыря Кору, но это больше, значит, такое подтверждение, что у тебя случилось, то есть сознание, ты сидел в медитации и силой сознания, там, ты выносишь сознание из тела постоянно, заносишь обратно и силой сознания, силой мысли, в том числе ты физически раскрыл темечка, как младенца, условно, как у тебя было в детстве, да, когда ты родился. Вот ты его раскрываешь, ну, не так сильно, как оно в детстве, но раскрываешь до такой степени, что появляется возможность реально туда, там, условно, соломинку вот вставить. Вот, ну, сейчас кто будет смотреть, не переживайте, там, 4 миллиметра кости, то есть глубоко она не вставляется. Вот, есть документальный фильм мы снимали, в Тибет как раз снимали, конкретно под эту практику документальный фильм, называется Пхова, вот, и это опыт такого, значит, расширения сознания был и осознание себя в чистом виде, за пределами личности, за пределами тела, вот, также сейчас есть такая практика финальная, это второе рождение, где тоже в чистом виде сознание осознается, вот, когда ты потенциал этот, потом прогружаешь обратно в личность, то есть называется второе рождение, потому что если ты обычно рождаешься, ты забываешь личность, ты проживился, и как бы все, и ты, ну, типа, все, опыта нет никакого, то есть тот опыт, в котором ты замкнулся, как бы, не смог больше вывозить, он, как бы, обнулился, и такой переуформатированным, жестким диском рождаешься снова, такой, дайте новый опыт мне сюда, вот, пока снова не замкнусь, либо осознаюсь, откажусь от этого опыта в осознанной жизни. Второе рождение, это как раз вот возможность, не умирая, условно, переоценить, значит, и перестроить отношения с личностью своей, когда ты сознание уже возвращаешь в чистом виде обратно, и личность уже на тебя не давлеет, а ты просто как бы уже устраиваешь некую иерархию здорового взаимоотношения с собой. Вот, и что я могу сказать из этого опыта? Во-первых, там родился такой текст очень многоговорящий, называется он «Его зовут я», тоже есть у меня текст зафиксированный, и это о том, что есть жизнь, да, в целом, есть жизнь, сейчас уйдем от таких пониманий, как Бог, Абсолют, вот просто жизнь, чтобы проще было воспринимать, вот жизнь за пределами всех форм, моей, твоей, там, бабочки, цветка, дерева, там, земли, вообще любой формы жизни, вот эта жизнь сама, она не имеет форм, она имеет как бы потенциал только в себе, и эта жизнь, она, ну, как бы проявлена в каждой форме, в форме меня, в форме тебя. Вот есть, допустим, мысль из моего эго, да, и эта мысль, она может противоречить твоей мысли, но если я уйду сейчас в состояние сознания источника, в точке самой жизни, да, жизни как всего, что проживает здесь, то любая моя мысль, она не будет противоречить любой другой мысли, любой формы эго, любой формы жизни, которая проявлена на земле. И противоречие возникает только тогда, когда мы обрезаем свой потенциал и воспринимаемся только как вот, ну, типа вот, как эта форма жизни, текущая, и все. Когда мы не осознаем свой источник, откуда берет начало это все. А начало одно-одно, единое. Вот. Ну, это, ну, не точка, как бы, а вообще все. Это и есть, как бы, вот сама жизнь. Поэтому я бы тут, наверное, ну, не смог, наверное, метафору сервера в себя применить, но она хорошая, эта метафора сервера, да, и там пользователи внутри этого сервера. Но я больше вот как-то склоняюсь к такому описанию жизни, когда мы из этого потенциала себя в гранях сознания проживаем. Угу. Хорошо. Тогда чуть-чуть вернемся к нашим бытовым, к бытовым делам. Я хочу прийти в состояние, когда меня не будет раздражать то, что кто-то принял судьбоносное решение за меня, там, в моей жизни. Теперь я вынужден, там, не знаю, уезжать, там, как-то адаптироваться и так далее. Я хочу к этому прийти. Мне сложно сейчас. У меня прям сопротивление идет внутри, потому что, ну, вот Александр говорит, что я все там создаю, да, ну, а как же, это же не я подписал этот документ, после которого оно пошло завертелось. Да. С чего мне начать? Мы уже проговорили насчет, там, чувства и так далее. Может, какая-то вот прям мини-инструкция, что мне начать делать, чтобы прийти к такому состоянию, как у Александра, чтобы он сидел, я был такой же спокойный, радостный и действительно чувствовал, что это я причина. Ну, во-первых, событие, которое уже человека, скажем так, подталкивает на какие-то решения, которому сказать, что, типа, ну, не мое решение, я принимаю из-за него. Оно случается с человеком тогда, когда он инфантильный к собственным чувствам. Ну, по сути, не дает себе того самого внимания, да, чувствам своим. Есть обстоятельства, которые давлеют надо мной, и я из-за него принимаю какое-то решение, так, в случае, там, с этими, значит, ребятами из кафе переехать в другое место, там, да, то есть, ввиду там каких-то обстоятельств. То есть, в этот момент, по сути, случается то, к чему я был инфантилен. То есть, мои чувства пробивались, но они пробились ко мне, и они были, как бы, если я их дал внимание, и они бы все-таки пробились, то это было бы решение, так или иначе, отсюда уехать в какую-то другую локацию, условно, да, переместить внимание, там, выжать себя из старых парадигм восприятия. То есть, в жизни постоянно изменения, 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 мы пытаемся постоянно зацепиться, и только мы пытаемся что-то сохранить в жизни, мы автоматически проваливаемся в процессе старения. Вот. И когда мы очень долго инфантильны, когда мы долго, долго нам не может пробить собственное чувство, происходит обстоятельство, которое нас обобивает. То есть, оно делает то же самое, что мы бы сделали собственным решением. Но так как это решение собственное, мы его начинаем обвинять. Типа, вот, против моей воли что-то там делают. На самом деле, это не делается против моей воли, делается, результат будет тот же, что и ты сделал бы, если бы ты чувствовал. Но, когда у тебя уже следующая стадия наступит, ты осознаешь себя, ну, то есть, хозяина восприятия своего, ты можешь уже воспринимать это совсем по-другому. Хозяин восприятия и второе, это увеличение чувствительности к себе. И вот, когда ты совмещаешь хозяина восприятия своей реальности, свою чувствительность, вот тогда у тебя возникает возможность ну, не реагировать на это негативно или вообще не реагировать на это. А как раз таки направить внимание так, а что я хочу сейчас? Надо понимать, что человек на самом деле, ну, может ничего не чувствовать. И это не говорит о том, что типа так и есть у него. Это говорит о том, что он слабо чувствителен к себе. Когда она там, слушай, я вот с ней, значит, хочу разойтись, потому что я ничего не чувствую к ней по отношению к этому человеку. Мы жили там десять лет, а сейчас ничего не чувствую. Но это не потому, что чувств нет, а потому что чувствительности нет. И вот тут важно здесь осознанно, адекватно восприятия свою неадекватность относительно своих чувств. Когда ты уходишь, ну, в практике хорошо, там, да, в ту же медитацию чистую, там, в ретрит, и ты повышаешь чувствительность к себе. И тогда у тебя, оказывается, появляется что-то. О, слушай, я даже не чувствовал, у меня в теле столько ощущений, оказывается, так много. И я могу давать им внимание и чувствовать тонкое на фоне яркого, не реагировать на это срочное, важное там, да, а давать внимание самой жизни, которая протекает всегда в меня. То есть, где бы сейчас ты ни находилась, в какой ситуации, неважно, в какой точке мира, там, что бы с тобой ни происходило, у тебя всегда что-то, жизнь происходит внутри тебя. И пока мы этой жизни не даем внимания, в источнике, в ядре, в центре, то, конечно же, там, эта жизнь, она не будет себя проявлять никак. Ну, положительно иметь сюда как-то, или благоприятно, назовем так, не положительно, недостательно, а благоприятно проявлять себя. То есть, пока ты вот здесь не дал, пока ты не научишься радоваться тому, что у тебя есть, не получишь то, чего у тебя нет. И вот это такой замкнутый цикл. И выход из него очень простой. Остановиться и уйти в увлечение чувствительности к себе. То есть, мы за это сюда пришли, по сути, утвердиться в модели поведения жизни из чувств, а не из знаний. Ну, по сути, знания, обстоятельства можно приравнять к знаниям. Друзья, напоминаю вам, что скоро состоится большая конференция нашего проекта «Тайны жизни», на которой выступят самые лучшие мастера нашего канала. И Александр Брат будет выступать со своей программой «Раскрытие изобилия через квантовую физику». Вы научитесь повышать качество своей жизни, расширять сознание для реализации внутреннего потенциала и бережно решать проблемы, связанные со здоровьем. Проходите по ссылке в описании под этим видео и ознакомьтесь подробно с программой нашей конференции и, конечно же, присоединяйтесь в качестве участника. Сразу после регистрации вы сможете получить большое количество бонусных материалов от мастеров конференции. Сделать свою жизнь яркой, счастливой и свободной – естественное желание каждого человека. Сила всех изменений находится внутри нас, но какой бы стойкой ни была наша воля и каким твердым ни было намерения, каждому нужна поддержка и опора. «Объединяясь, мы усиливаем друг друга, помогаем оставаться на верном пути и продолжать движение к своей мечте, несмотря ни на что». 3 января 2023 года на онлайн-конференции «Тайны жизни» 24 самых сильных мастера нашего канала соберутся вместе, чтобы создать общее информационное поле и единый контекст для трансформации и расширения сознания каждого из участников. 7 дней подряд, 9 часов в день в прямом эфире мастера со всего мира будут делиться новыми знаниями, практиками, привычками и взглядами, чтобы каждый из участников смог открыть свой потенциал и стать лучшей версией себя. Стань частью этого события. Создадим этот год вместе. Про увеличение чувствительности. Возникает тоже, когда человек идет в эту практику, возникает такая побочка или может быть что-то вроде этого, когда это увеличение чувствительности приводит к тому, что очень начинаешь чувствовать все, в том числе какие-то неприятные события, ты прям проживаешь их очень ярко. Что с этим делать? Есть такой навык контролируемая эмпатия. Что такое контролируемая эмпатия? Мы на самом деле являемся приемником огромного количества мыслей на себя, но есть мысли, сопряженные с нашим вектором. Когда мы чувствуем, у нас появляется некий вектор движения, куда мы идем. И помимо этого высокой чувствительностью появляется еще и чувствительность к чужим мыслям. Ну как к чужим. У нас на самом деле есть два типа мыслей. Я был в такой практике как-то темного ретрита. И не знаю, слышал про это? Да. Значит там вырабатывается DMT через три дня нахождения без света и активируется шишковидка. И у тебя в принципе открываются новые спектры восприятия. И сначала там начал видеть волны Wi-Fi. Это прям четко было прослежено. А потом видение именно сущности мысли самой. И ни одна мысль не является нашей до тех пор, пока мы с ней не отождествимся. По сути мысли приходят, чтобы взять свое внимание, по сути энергию на материализацию. То есть она извне приходит? Это вообще внешняя сущность. Она как бы не является если говорить про личность, она не является как бы сопряженной с личностью до момента отождествления. Когда личность не сказала, о, моя мысль, я гениальную мысль придумал. Все, отождествился, начал набитывать вниманием ее. То есть а ей как бы это и нужно. То есть да, по сути материализоваться. То есть два типа мыслей там, которые просто юзают твое внимание и которые там, значит, с которыми у тебя есть взаимоотношения, которые, да, будут материализовывать с помощью твое внимание, но при этом ты получишь расширение сознания при коммуникации с этой мыслью, с этой идеей, с материализацией этой идеи какой-то. Вот. И поэтому говорят, значит, про мысли отдельно живущие, не отождествленные пока с человеком. Это, ну, некая отдельная суть, которой можно отождествиться. Когда ты отождествился, вот тогда включается интересный процесс. Когда мы отождествились с мыслью, в этот момент она, ну, то есть начинает ретранслироваться из этой коробочки, условно, да. И я могу воспринимать твои мысли. Ты можешь мои мысли воспринимать. Тот самый, там, пеликинез, да. Но когда человек не понимает, нет у него высокой чувствительности, он может все воспринимать, как, ну, моя мысль, все, все мое. Мне же пришла мысль, это моя мысль. Вот. И я, получается, у меня там кучу-кучу мыслей, там, как бы, особенно в поле большого количества людей, там, или в метро, еще, если взять, там, более утрежуную ситуацию. Вот огромное количество мыслей. Если контролируемая эмпатия как навык не освоен, то человек, ну, все это, там, с собой ассоциирует. Если у него нет еще понятийного ряда, что мысли, как бы, отдельно существуют. Вот. И здесь важно понять, да, вот, контрольная, значит, как это, можно сказать, контрольный тест, он выглядит так. У тебя есть вектор со своими чувствами, куда ты движешься. И есть мысли сопряженные с чувствами, а есть мысли не сопряженные с чувствами. И вот все, что не сопряжено с твоими мыслями, с твоими, с твоим вектором, с твоими чувствами, ты можешь смело отметать, потому что это неконтролируемая эмпатия, через которую ты получил чужие мысли, отождествленные другим человеком, а может быть, даже, там, не касающиеся тебя, там, конкретно, да, может, ты с ними, там, в процессе отождествишься. Ну, сейчас бы этот сильно не уходил-то, это более сложная тема. Вот давай просто разберем вот эту историю. Значит, в комнате, там, 10 человек, условно, да, и плюс-минус у них будут, там, если их состояние, там, более-менее схожи, вот, а у них будут одни и те же мысли. Ну, как раз они в одной локации находятся, это, скорее всего, там, физические меры их пересеклись не просто так, у них состояние плюс-минус похоже, а мысли, они, как бы, клеятся под состояние. Вот мы в целом, как бы, да, можем это идентифицировать на предмет даже того, что, ну, ценностный код людей является магнетизмом неким, состояние является магнетизмом, притягиванием друг к другу. Вот, и поэтому проверка очень простая. Если ты уже чувствуешь свой вектор, если ты ему отдаешься, и ты понимаешь, что у тебя твердое решение, как туда двигаться, в свои чувства, и при этом у тебя есть мысли, которые противоречат, можешь смело стать в категории не своих мыслей их. Прямо вот, знаешь, обозначать прямому, так, мысли стоп, вот еще такое очень классное упражнение, да, мысли стоп, в этот момент все мысли, которые отрождественны с тобой и с твоим вектором, они останавливаются. Не останавливаются только не твои мысли, они продолжают пробиваться к твоему вниманию. Вот, и тогда, ну, знаешь, когда, типа, ага, типа, все, это не моя мысль, то есть это, как бы, ну, ее заметили, она не пойдет в коммуникацию, где ее, ну, словно там идентифицировали. Вот, это такой очень интересный ход, очень классно применять его в медитациях, в медитативных практиках, в групповых практиках тоже, в том числе. Вот в квантовой медитации на эверборде, когда, ну, там, поле 200 человек встают, значит, в квантовую медитацию, и у тебя есть твердое решение выйти за границу ума, и все, что не сопряжено с вектором, все, что, там, накидывает тебе сомнения, если у тебя сомнений не было, но ты встал в квантовую медитацию, у тебя появились сомнения, это не твои мысли, это не твои сомнения, ты хапнул чужое через как раз вот эту эмпатию очень сильную. Ну, эмпатия – это, по сути, сонастроенность на тот же поток мыслей. Мысли, они идут на состояние, чем выше у человека состояние, тем у него частота мыслей выше, и чем больше расстояние между мыслями у человека, вот это, по сути, навык тоже, да, в медитации, которая достигает состояние, расстояние между мыслями, тем более стратегические мысли могут к нему приходить, тем более как бы у них больше потенциала расширения сознания того, с кем она отождествится. Интересно, можно, мне кажется, проследить на примере людей, что люди, которые, ну, условно воспринимаются для нас как некие мудрые, такие вот стратегически рассудительные, они, ну, медленные, у них как будто вот это ощущение разделенности мысли, оно даже во внешнем прослеживается. И наоборот, люди, ну, условно глупые, часто можно вычитывать такие, ну, я не хочу навешивать ярлыки, понятно, что это все относительно, там, глупые, умные и так далее. Ну, застрявшие в тактике, скажем так. Да, что сейчас шебуршатся вот эта куча мыслей, куча каких-то действий и так далее. Раз затронули тему квантовой медитации, что это такое? Звучит очень квантово. Да, квантовая медитация про нереальности, она подразумевает очень быстрый выход в чувства. То есть запатентованный варборд, такая, значит, платформа со снарядами, как гвозди, по сути. По сути, мы просто ушли от термина гвозди, потому что там реально снаряды сейчас используются такие на платформе плавающей. Она отличается от досок садху тем, что есть, значит, методология, как выйти из преодоления терпения и потери чувствительности. То есть, когда ты встаешь на доски садху, автоматически там, хочешь не хочешь, у тебя запустится модель поведения преодоления, терпения и привыкания. Терпение и привыкание – это потеря чувствительности. Потеря чувствительности равно потеря осознанности, о чем, в принципе, все и разговаривали здесь. Вот. И здесь очень важно, то есть методология, она заключается в чем? Ты встаешь на эверборд и пандовую медитацию, у него внимание тут же кирпичем падает вниз. Вот. И, ну, досок садху произойдет то же самое, но здесь нюанс в чем? Во-первых, когда у тебя увеличивается спектр яркости восприятия, довольно-таки очень яркие ощущения. Вот. В этот момент не только яркость увеличивается именно в величину, там, большого количества, да, этой яркости, но и также уходит, открывается диапазон такой же тонкости. То есть этот диапазон очень интересный, когда ты умеешь по методологии внимание взять и перевести из сверхяркого в сверхтонкое открывшееся, то есть недоступно тебе раньше. Почему она квантовая, да, там, медитация? То есть ты уводишь, то есть эта чувствительность, скажем так, ну, седьмого дня випассаны, условно, да, когда там семь дней сидел, медитировал, 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 у тебя вот-вот получилось как бы дойти от этой чувствительности. А здесь это происходит там за пять-семь минут, условно, ты переходишь в этот спектр чувствительности. Чем отличается от досок садху? Тем, что они под тобой плавают, то есть у нас огромное количество микромускул, и мы совершаем микродвижения некие. Вот если, допустим, идет ретрит тишины, там, да, идет медитация, стоит тишина полная, и стоит такой хруст. То есть вот вроде бы никто не шевелится, а все равно какой-то хруст стоит. Там какая-то плавающая поверхность. Там плавающая поверхность, да. То есть это не гвозди, как, ну, на досках обычно плавающие, а прямо поверхность. Да, они прям плавают, да. И ты не можешь к ним привыкнуть. То есть у тебя модель привыкания, терпения, потеря чувствительности не запускается. То есть у тебя есть некая фора, чтобы выйти из-под концепции проваливания в базу данных ума и называние там это болью или там, значит, какой-то метафизической болью. Там также больно, как, не знаю, когда-то момент расставания с человеком, да. Человек там может говорить больно, очень больно, адово больно, там все быстро исходим с этих гвоздей. Вот, когда все параметры боли перебрал, значит, начинается метафизика. Мост начинает подкидывать уже синтез. Он говорит там, а теперь там так же больно, как нас там Вася бросил, значит, в юности. Вот, и вот начинается вот у практикующих вот такой, знаешь, ну, тремор некий внутренний. И задача очень простая. То есть методология заключается в том, чтобы выйти за пределы своей личности, выйти за пределы базы данных личности, распаковки вот этих вот параметров. Когда ты умеешь остановить себя на уровне ощущений, наблюдать их такими, какие они есть. Ну, в целом, какие чистые медитации, то же самое. Ты тоже наблюдаешь ощущения объективно в чистом виде, и наблюдаешь реальность такой, какая она есть, не проваливаясь в базу данных своего опыта, там, и интерпретируя это. Там, типа, я видел, слушай, на гвоздях вообще, там, у меня друг в детстве, ногу про кого-то вообще больно, или сам там что-то с гвоздем делал, понимая, что это острое что-то. И начинаешь это интерпретировать, хотя это абсолютно безопасная среда. И тут как раз переводишь себя на уровень чистых ощущений, такие, какие они есть. И квантовая медитация заключается как раз в том, что ты очень быстро уходишь в сверхтонкое, на фоне сверхяркого, то есть открывается дополнительный спектр диапазона восприятия. И там фиксируешься, то есть ты оттуда начинаешь фиксировать свое внимание, удерживать его в чистых ощущениях. А перепрограммирование нейронных связей возникает только из присутствия. То есть если ты хочешь создать устойчивый модуль поведения осознанности в своей жизни, это буфер сформировать нейронные связи, то это только если ты находишься в присутствии безотвлеченности ума, состояния безмыслия. И когда результат ума – это отсутствие результата, по сути. Он на стопе стоит полный, происходит это перепрограммирование. И если в классических медитациях, условно, там, 6 дней медитировал, у тебя, там, за час медитации, навык уже выработал, и вот садишься в эту медитацию, у тебя за час, там, минут 5-6 получилось поприсутствовать в моменте настоящего, получилось вот прям поперепрограммировать, да, это все. То здесь происходит гораздо быстрее, эффективнее. Ты когда встаешь на эверборт и выходишь за границу ума на нем, у тебя такие рельсы настоящего, материк настоящего получается. И ты вот мастодонтно это все время перепрограммируешь свою нейронную связь. Если, допустим, в классическом виде нейронная связь формируется 10 тысяч часов, то здесь это будет формироваться 250-270 часов примерно. То есть это прям в 40 раз увеличивает прогресс вот медитации. Вот, в 40 раз и более. В зависимости от того, с каким уровнем человек пришел вообще в эту практику. Вот, но надо понимать, что ее нельзя часто делать. То есть я вот не рекомендую эту практику делать там чаще, чем один раз в неделю. Из-за привыкания, правильно? Но тут уже происходит ментальное привыкание. Если в доском схатух происходит атрофирование, то есть блокировка прям чувствительности, конкретно прям чувствительности тела, то если человек часто в практике такую, как пантовая медитация, то происходит ментальное привыкание. И это тоже, в этом ничего хорошего нет. То же самое, что и физическая. Там она в одной категории, скажем так, неблагоприятного для осознанности. Вот я просто почему спросил, потому что с медитацией так часто бывает, что человек начинает, практикует у него, он там замечает первые результаты, а потом происходит некое привыкание, и ум начинает относиться к этому как, ну, упражнение просто. Ладно, надо сесть, помедитировать, говорят, что это полезно. Ну да, это одна степень, как бы, скажем так, пути не туда в рамках медитации, формирования навыка искусства жизни. А есть еще история, когда как раз ты помедитировал, какой-то, не знаю, ретрит прошел или помедитировал в квантовой медитации, неважно, но в общем, ты какой-то навык все-таки сформировал. Уже чувствуешь, у тебя вот эта чувствительность к себе появилась, но продолжаешь себя предавать. И тогда вот это предательство себя начинает тебе блокировать практику. То есть, а зачем тебе такая практика, если как бы ты продолжаешь? То есть ты, по сути, предавая себя, формируешь неблагоприятную реальность себе. И тогда степень, хотя бы какая-то степень твоей осознанности, даже бессознательная, начинает блокировать тебе практику, чтобы ты больше не делал этого, потому что это усугубляет еще больше твоей жизни. И вот здесь очень важно, когда ты идешь в чувствительность, слышать себя, давать этому слышанию внимание и действие. Потому что иначе ты можешь перекрыть себе даже самую классную практику, закрыть туда в ней результаты. Это такой тонкий ниван очень. Да, о том и речь, что, к сожалению, вот так бывает, что вроде бы положительное намерение с помощью практики получить хороший результат оборачивается тем, что у человека, наоборот, сталкивается с тем, что идет внутреннее отторжение, что как бы на уровне сознания надо, а внутри нет вот этого соответствия, что действительно я этого хочу. Потому что нет в процессе любви, нет в процессе присутствия такого благоприятного, гармоничного, когда он идет там надо через преодоление, или вот история там с Аддитханом, не знаю, я слышал такое. Медитация Аддитхана, когда принимается, ну, конкретно в чистых медитациях или в квантовой медитации тоже принимается твердое решение. Такое твердое решение, что сейчас будешь не шевелиться, будешь в медитации. И вот многие это воспринимают как вызов. И туда идут такие все, я любой ценой там сидит, потеет там, у него все болит, и он прям идет туда. Вот та же самая практика, та же Аддитхана, но из любви к себе, она проверяется очень просто. Если у тебя заканчивается медитация, а ты не хочешь из нее выходить, и у тебя там благоприятно находиться в ней. Вот это как бы состояние любви как раз, да, в практику ты заходишь. Это действительно дает результат. А если ты в практике там идешь через преодоление, казалось бы там, летные часы себе наматываешь медитативные, у меня вот столько летных часов, но при этом ты преодолеваешь, сидишь там, страдаешь внутри этого процесса, это регресс, это еще хуже будет. То есть это не работает таким образом, как в спорте, что через преодоление вот это идет результат. Через преодоление взращивается очень одна простая модель поведения – преодоление. Сила, взращенная в борьбе, применима только в борьбе. Ну то есть ты не можешь применить силу в любви. Ты знаешь, как представить просто такого качка, который прям качает, там, знаешь, вот он прям, ну хочет завоевать, значит, внимание девушки. И вот он прям вот каждый день там у него качает, у него мозоли такие грубые руки, вот он добивается внимания. Женщина, значит, встречается с ней, а сделать ничего не может, да, то есть он грубый очень для ее нежного там создания, ее нежной кожи. Вот. И там они расстаются тут же. То, что он не может себя вести как бы с нежной девушкой, он прокачал себе вот это вот, ну, значит, вот это вот состояние отсутствия чувствительности, по сути, к тому, для кого он это делал, казалось бы. Угу, угу. Да, тут нужен, получается, уже другой навык. Я понял. А Эверборд его можно отдельно купить? Или он только на курсах? Смотри, я его, ну, крайне, настолько как бы не рекомендую там отдельно от курса вообще использовать. Ну, можно, конечно, постоять там, да, 2-3 минуты. Хочется же волшебную таблетку. Вот Александр сказал, что Эверборд волшебный. Вот у меня доска Садхо, вот у меня дома есть. Я думаю, что мне теперь эти гвозди, больные. Вот стоишь постоянно, ноги потом болят. Нет, хочу, вот Эверборд. Ну, смотри, если бы я там, наверное, был там коммерчески настроен на это, я бы там сейчас продавал бы его там всем подряд, да, и как бы и, ну, типа там отдал бы его дешево, без курса, без всего, как бы лишь бы только вот там продать. Вот. Ну, постоять на нем можно там, да, 2-3 минуты там. Хорошо, у тебя ускорится метаболизм, у тебя уйдут там зажимы, вот. У тебя высыхается энергии много. Но параллельно с этим, как бы там, если это все-таки, ну, не применять методику, то произойдет, как бы, ну, процесс, ну, скажем так, либо минимального эффекта, либо там, наоборот, эффект деградации, как раз, да, когда мы, значит, не зная, там, 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 всего, всей сути этого инструмента. Ну, по сути, я не верборды произвожу, там, я людям передаю, да, я отдаю именно возможность расширить сознание, расширить свое сознание, и потом с этим расширенным сознанием встать в эту практику. То есть мы там формировали комьюнити, у нас люди проходят курсы, мы каждую субботу проводим в онлайне, собираем те, кто как бы присоединяется, те, кто продолжает практиковать, те, кто присоединяется, каждую субботу, они у нас в группе, значит, практикуют, вот, и это для того, чтобы там ответить на вопрос, потому что там очень много нюансов, вот, это для того, чтобы люди могли понять, что там они не одни в своем, да, проживании этого опыта, вот, и как раз для того, чтобы было понимание, что, ну, ты сейчас, по сути, проходишь семилетний путь самопознания, там, за один день, и это сейчас, ну, не какие-то громкие слова, я сейчас говорю про свой путь самопознания, который я упаковал в этот курс, ну, то есть, я проходил, да, это был там путь по болотам где-то, да, но сейчас построен хайвей такой некий над болотом, мне там пишут некие там некоторые, Саша, там, расскажи свой путь там оттадоял, как у тебя все это проходило, как ты прошел этот путь, я говорю, зачем тебе вот проходить то же самое, когда ты вот можешь сейчас воспользоваться квинтэссенцией, то есть не надо это делать, вот, пожалуйста, ну, нужно, да, инвестировать сутки своего времени, ну, день, получается, 8 часов курс идет, ты 8 часов инвестируешь в себя инвестируешь, в расширение собственного сознания, а можно быстрее, ну, можно, как бы это получается еще одна, чтобы зип на зип, но ты не получишь понимания процесса, не получишь понимания, не будет ясности, не будет ясности, не будет результата, потому что наш результат, он напрямую зависит от нашей ясности нахождения в процессе, как раз вопрос, какие-нибудь интересные, может быть, случаи, которые происходили во время вот этого процесса, и про результаты всегда людям тоже очень интересно, окей, ладно, Александр, верю, какие примеры, может быть, кого-нибудь, да, вот в плане там результата? Слушай, ну, во-первых, ты вот за одну медитацию меняешь герархию взаимоотношений с собой, а это равно ты выводишь себя из модели самоуничтожения в модель регенерации и исцеления, вот, у нас огромное количество случаев, и в том числе там с этими, ну, как-то неблагоприятные, значит, опухоли, да, вот, злокачественные опухоли, которые там полностью уходили, уменьшались, превращались в доброкачественные, вот, за время практики квантов медитации. Девочка одна была у нас из Казани, которая, значит, у нее была операция назначена через полгода, и по женской линии, там, операция на вырезание, там, в общем, части органов. Вот, и она, мама ее привела на квантовую медитацию, они здесь прошли курс, она начала практиковать, она вот практиковала каждую неделю, ночью, день операции, она приходит и управляет, значит, на анализ задавать, она говорит, в смысле, типа, у вас ничего нет, идите на УЗИ, она приходит на УЗИ, все, все здорово абсолютно. То есть это как раз, это, ну, казалось бы, чудо, да, какое-то произошло, на самом деле никакого чуда нет, то есть ты меняешь иерархию взаимоотношений с собой, перестаешь себя предавать, потому что самоуничтожение, это, по сути, там, следствие предательства себя. Если ты себя не предаешь, у тебя будет регенеративная функция твоего восстановления организма, она будет справляться очень легко с переводом тебя в исцеление, там, и в наполнение каждой клетки здоровьем. Насчет вот этой мысли предательства себя я правильно понимаю, что это работает таким образом, что ты пришел в эту жизнь, чтобы вот как раз прожить ее, не предавая себя, ну, так скажем, по своему пути. И не делая этого, получается, что тебе, ну, как бы, нет смысла жить, и поэтому запускаются процессы, грубо говоря, самоуничтожения, типа, ну, если не хочешь, ну, вот, ну, выходи тогда. Это так работает или нет? У меня есть глобальное объяснение этого процесса, да, такое большое, я там наступал в прошлом году на саммите в потоке, и там мне просили как раз вот какую-то тему какую-нибудь рассказать интересную, и там как раз давалась раскладка модели мироустройства. Не знаю, сколько у нас времени есть? Могуете там поделось десяти минут рассказать, да? Есть. Только коротко. Короткая модель мироустройства. Я думаю, это то, что максимально нам интересно. Напишите обязательно в комментариях вообще, интересно ли вам, и как вам вообще это интервью. Да. Есть два типа знаний в нашей жизни. Знания красные и фиолетовые. Красные знания – это то, что заужает наше сознание. Знания, которые мы тащим в свою жизнь из страха. Хочу знать, будет завтра война или не будет на моей там территории, да? Хочу знать курс биткоина, курс доллара, значит, хочу предсказать свое будущее, чтобы быть понятным, кому оно мне должно быть понятным, это будущее. Вот красные знания, которые тебя должны обезопасить. Ну, по сути, из инстинкта и страха, которые ты тащишь в свою жизнь. Находишь в себе каких-то подрядчиков, дилеров, информации, которые тебе приносят подписок в инстаграме, в телеграме там. Откуда-то ты, в общем, находишь информацию, которую стаскиваешь вокруг себя и каким-то образом пытаешься прогнозировать завтрашний день, чтобы там точно ничего плохого не случилось. Вот есть фиолетовые знания. Фиолетовые знания – это то, что позволяет расширять наше сознание. Допустим, знания о квантовой медитации или знания о чистой медитации. Если ты применишь их на практике, они расширят твое сознание, и твое состояние будет гораздо больше, чем состояние осознания себя. Гораздо шире. У нас фиолетовые знания с красными, как бы красные изображаются знания, фиолетовые они, получается, расширяют. Вот такая некая война происходит двух типов знаний в нашей жизни. Фиолетовые знания могут стать красными знаниями. То есть они могут, если ты их получил, бегаешь по тренингам, читаешь кучу книжек, стаскиваешь, стаскиваешь, но ничего не практикуешь. То есть это такое отравление. Когда мы получаем какую-то информацию, если мы ее не интегрируем в свою жизнь, это равно отравлению. Это то же самое, что кушаешь, никуда не ходишь, условно. Ты наедаешься постоянно. А что нужно между пищей прием? Нужен перерыв, чтобы пища усвоилась. Тут тоже самое информацию какую-то потребляешь, ты ее берешь, вдохновляешься ей, интегрируешь ее, делаешь ее частью своей реальности, а по сути частью расширенного состояния своего. Вот два типа знаний. Есть фиолетовые, красные знания и есть незнания. То есть то, что человек еще не знает. Он из зоны незнания перетаскивает в зону либо фиолетовых знаний, либо в зону красных знаний. Это следующая область незнания. Такая область получается. Это как бы знание каких-то людей других, но твое незнание. Для других это знание. Назовем это знание человечеством. Человечество за свою жизнь, существование очень много знаний накопило. И это некая такая библиотека огромная в книжках, в линии преемственности, передаче знаний. Вот она как-то накопилась, и человек из своей зоны незнания бегает в зону знаний других людей и что-то оттуда стаскивает. «Ой, это мне понравилось, сюда принято мое знание». Вот он стаскивает эти знания. И таким образом копит еще больше знаний. Если не интегрирует, то это прям заужает его сознание все больше. И вот есть знания человечества, которые являются незнанием для человека. А есть зона еще дальше незнания человечества. То, что человечество еще не знает, но знает сознание, как жизнь. Жизнь, в принципе, есть такое понятие, как, допустим, коллективное сознание. Или там Коля Акаши, где прописано все, что было, все, что есть и все, что будет. И казалось бы, это так, но не все так. Потому что действительно там записано все, что было, весь опыт человечества. Жизнь проживала себе через каждую грань сознания. И все как бы сохранено, условно. Там она в памяти жизни, как таковой, в этом поле Акаши. Все, что происходит, тоже понятно. Мы сейчас на сенситиве жизни находимся. И у нас жизнь, она через нас все это, в принципе, употребляет. Осознает себя через каждую грань и понимает этот опыт. Помимо этого, значит, мы с тобой обсудили… То, что было, то, что есть. То, что было, то, что есть, да, благодарю. И то, что будет. А то, что будет, что такое? Ну, казалось бы, как так то, что будет? Кто-то знает жизнь и то, что будет? А она знает то, что предопределено в выборе каждой грани сознания. Когда личность замкнута в своих знаниях, то ее, по сути, реакция на события предопределена. Если ты не выйдешь за пределы личности, то ты предопределен своей реакцией. И это, по сути, предсказание. Вот оно, да, как оно существует, как судьба обустроится. Чем пользуются предсказатели. Да, да, да. То есть ты, по сути, можешь спокойно соотнести, как бы, зная там человека, подставив какие-либо обстоятельства, условно, ты понимаешь, как он отреагирует. И это, по сути, позволит тебе, можно же, программировать там, да, жизнь человека. Что в целом мы в многом и замечаем, да. Обстоятельствами можно управлять массами людей через обстоятельства. Неосознанными массами людей, правильно? Ну, давайте назовем так людей, которые замкнуты в личностях своих. То есть, которые не вышли за пределы личности. Вот. И это такой процесс. Но тут есть одна штука, которую жизнь не знает. Есть область незнания сознания. Это то, что жизнь еще никогда не проживала ни в какой грани себя. Да, она проживала в себя в разных поколениях, в разных цивилизациях, в разных формах жизни. Но она себя, то есть, как бы, ну, это расширение-то идет. То есть, не проживала себя в новом. И это область незнания сознания. Ага. И вот для чего нужна чувствительность вообще? Для чего мы сегодня так много этой теме посвятили внимания? Почему нужно прийти в свои чувства? Потому что, когда в чувствах ты синхронизируешься с собственной жизнью, ну, с потоком жизненной силы, которая может дать тебе обратную связь, например, от того, что ты добрался до границы незнания сознания. И вот там жизни интересно находиться. Там жизнь получает новый опыт, который ни в одной грани жизни еще никогда не получала. И вот когда мы соединяемся вот так, да, то есть, когда мы в такой чувствительности находимся, эго нашему, ему вообще все интересно. Оно очень маленькое, и оно, как бы, ну, складирует какой-то опыт себя. Оно какой бы опыт ни складировало, оно практически для него весь опыт новый. Ты пришел, как бы, глобально относительно всей жизни, как бы, там, формы жизни одной грани сознания, все новое. Бентли хочу, там, новую квартиру хочу, там, знаешь, яхту хочу, все хочу. Вот. Но глобально для жизни, как бы, она уже это проживала. Она проживала Бентли, там, проживала эту яхту, как бы, ей неинтересно. И поэтому, когда эго заигралось в себе, жизнь начинает уходить из этой, когда она замкнута, эта грани сознания в собственном опыте. В этом происходят события, которые человека выталкивают в этот. Выталкивают как раз-таки принять решение выйти либо в чувствительность, либо перезагрузить эту границ сознания, как бы, потому что эта клетка умирает. То есть эта клетка для жизни, как бы, не является интересной перспективой, потому что она не будет проживать новый опыт, ради которого жизнь себя проживает глобально. Ну, потому что она, по сути, не живет, она не находится в процессе. Она перепроживает опыт. Свой, либо в собственном соку варится, перепроживает собственный опыт, либо перепроживает опыт других людей, как бы, либо там того, что уже где-то проживалось когда-то, если сравнить там с полем коллективного сознания, когда-либо в любые времена вообще. То есть тут же вопрос не самой формы проживания даже, а качество присутствия еще важное, вот, в этого расширенного сознания. И чувствительность нужна для одной простой вещи. Достигнуть точки границы незнания сознания, в которой ты будешь чувствовать, как этот поток ему интересно через тебя жить. И эго тоже интересно, потому что эго тоже, ну, никогда этого не жило. То есть ему, в принципе, любой опыт интересен там, да, который он не проживал еще эго. Ага. Но тот опыт, который в самой жизни проживал там, ну, это поток всем. Все. Вот это вот как раз есть то состояние самое. А вот это вот как раз отвечает на твой вопрос, там, о модели мироустройства там, да, которая дается. Ну, и совмещая с темой чувств, которые мы сегодня как раз и проходим здесь в рамках этого интервью. Друзья, всем привет. Я Максим, редактор проекта «Тайны жизни». Как обычно, хочу сделать небольшое объявление и напомнить вам, что у нас также есть другие YouTube-каналы, на которых мы публикуем интервью с интересными гостями. Ну, и напоследок предлагаю вам подписаться на наши социальные сети. Все ссылки есть в описании. Только в Telegram-канале мы публикуем весь уникальный контент, также полезные статьи. В Instagram мы публикуем самые полезные фрагменты из интервью. И в ВКонтакте мы также публикуем полезный контент. Обязательно подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы в случае каких-либо блокировок всегда оставаться на связи. Мы часто вот можем встретить историю, когда у человека вроде закрытые там потребности базовые. Он может быть богат с деньгами или еще что-то. Но вот того самого потока нет. Ну, и люди сами об этом часто говорят. То есть я чувствую, что я там без смысла, или там, зачем я бежал столько лет туда. Поэтому приходит какая-то там болезнь, может быть, или трагедия, или еще что-то для того, чтобы человека как бы выкинуть вот в это новое поле, чтобы он начал проживать. Такое подталкивание происходит. Либо окончательное самоуничтожение, либо все-таки высказывает, как лягушку там бросают в кипяток, она сразу выскакивает. А в теплой воде она там, ну так, потихоньку варится, варится и так и умирает. Получается, в этом и есть смысл жизни, как бы это громко не изучал. А смысл жизни в проживании того, что еще эта жизнь не проживала. Ну вот этого как раз нового получается, то, что за пределами. Ну да. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Если говорить глобально про смысл жизни, не локально смысл жизни одного человека, а глобально смысл жизни самой жизни. Да. Хорошо. Тогда получается, что будущее не предопределено? За пределами личности будущее не предопределено. Ну вот если человек выходит вот на этот уровень, когда он, ну что называется, осознанно через свои чувства идет, то его будущее из-за того, что нет никаких вот этих вот шаблонных, так скажем, моделей и прочего, то есть, грубо говоря, он максимально непредсказуем. Ну есть предопределенная вариативность, значит, будущего там в пределах личности, он тоже там, да, типа обладает же какой-то свободой выбора, якобы. Ну то есть, но она в пределах выбора его. То есть, настоящая свобода находится в свободе от выбора как раз. И вот там происходит как бы непредопределенная реальность. То есть, как то, что вообще никогда еще не было, как бы вот эта новая ветка развития. Ну то есть, грубо говоря, выбирая между там поехать в Париж или в Амстердам, человек выбирает ехать куда-то в третье место или он выбирает вообще не ехать. Ехать, да. И получается вот, да, то есть, выбор за пределами выбора. Ну за пределами его личности, скажем так, да, находящейся. И, кстати, вот особенно актуально в тему того, с чего мы начинали, выбор между добром и злом. Получается, выбирая между добром и злом, не выбирая ни добро, ни зло, человек… А выбирая между добром и злом, он проваливается, опять же, проваливается в то, что у него… он утверждается в реакции накладывания ярлыков на что-либо. Ну то есть, это модель поведения застревания в личности как раз. Когда мы типа… А, все понятно, что здесь. Так, эти плохие, эти хорошие. Все. Так. Дайте что-нибудь еще посмотреть. А, это вот так. О, какая жизнь простая. Я на все ярлыков навесил такой, все, мне все понятно. Ему хочется жизнь сделать понятной, уму. Чтобы она была очень понятна. А понятно она будет тогда, когда он навесит на нее свои понятные ярлыки. А она находится как раз, когда ты… так, стоп. Тут нет плохого, хорошего. Тут нет истории, там, черного-белого. Здесь есть реальность, такая, какая она есть. Я на нее могу сверху наложить, чтобы в целом форму осознавать, да. Но я эту реальность не отождествляю с этим. То есть, я могу назвать, там, да, условно, там, шторы коричневые, но я не называю их плохими, там, да. Ужасные шторы. Угу. Вот. И это, да. Да, я хотел сказать, что даже то, что они коричневые, это же, на самом деле, не твердая величина. Вообще не твердая. Просто волна, которую наши глаза считывают как коричневые. Александр считывает этот цвет коричневым как один коричневый. Я считаю его уже по-другому. Я, ну, просто… Ну, а зрители вообще… А зрители, да. В зависимости от, там, наших цветов коричневых. В смысле коричневые, это же серые шторы, да. Да, это просто тоже интересно, что вещи, которые мы часто считаем, ну, понятными. Ну, это же понятно. Объективными. Объективными, да. На самом деле объективными вообще не являются. И весь опыт получается субъективным. Любой ярлык навешиваем. Любой ярлык. То есть мы даже можем навесить ярлык объективности. Но это точно объективно. Да. Это не так. Ну, то есть что-либо так, как человек считает, только в пределах его представления о этой реальности. За пределами представления о мире это вообще не так. Еще пример, как мне кажется, хороший, связанный с животным миром. Что, например, муха, которая будет летать, если бы она летала. Ну, хорошо, что ее нет вокруг нас. Она же мир вообще воспринимает. То есть вроде бы те же самые шторы. Те же самые люди, условно говоря, но для мухи мы, конечно, не знаем, что это за опыт. Но это же вообще другая реальность. То есть вообще максимально. Восприятие другой реальности. Хотя, условно говоря, мои штаны, которые вроде бы объективные, они останутся теми же самыми. Ну, есть очень классный тест. Я его даю перед началом ретрита всегда, чтобы понять, для чего вообще мы заходим в первый уровень медитации. Значит, вот сейчас можно сделать, кстати, его. создать искусственные ощущения на левой коленке. Давайте, давайте. Вот прям искусственные ощущения на левой коленке. Получается создать? Так, что мне же надо сейчас сделать? Создать искусственные ощущения на левой коленке. Да, да, удалось. Есть. А на правой коленке почувствовать реальные ощущения, такие, какие они есть. Вот там одежда прилегает, джинсы прилегают к коже. И вот для ума и для него без разницы. Созданная им же задача создать ощущения и восприятие этих ощущений, созданных ими же, либо реальные ощущения наблюдать. Да, так и есть. восприятие. Для него весь мир черный ящик, от него что-то прилетает в виде ощущения, он все начинает интерпретировать, прокручивая через свою базу данных. И получается, что для ума как бы отсутствует очевидный навык объективного восприятия. И первое, что нужно сделать, это как бы научить его объективности, ну хотя бы на уровне там текущей реальности. Понятно, что мы можем вообще там все обесценить и назвать все необъективное, но тем не менее как бы есть уровень текущего восприятия. Мы можем говорить, допустим, что вот мы сейчас здесь находимся в реальности, если погрузиться в виртуальную реальность, то там будет совсем другое восприятие виртуальной реальности. И мы относительно как бы сидящих здесь находимся в другой плоскости восприятия, нежели там ты в виртуальной реальности. Но тем не менее как бы относительно текущего там мировосприятия мы можем определить некий слой объективной реальности. И вот это очень легко сделать. То есть как раз для этого и нужно дыхание. Дыхание, оно в отличие вот там вот этих вот ощущений задачи поставить, ощущение найти здесь, а здесь ощущение создательное, да. В отличие от этого дыхание, оно может протекать естественным образом даже без постановки какой-либо задачи. То есть ты можешь, конечно, поставить перед собой цель типа там дышать часто или дышать глубоко, а можешь отпустить дыхание, там мы с тобой сейчас общаемся, дыхание просто отпустили, а оно все равно продолжает идти. То есть у нас есть автономный разум тела, который даже если человек отключить там, да, условно там отключить его, у него дыхание все равно продолжится. То есть у него автономный разум тела будет все равно поддерживать эти процессы. Ну и сердце, и другие процессы. Да, и относительно восприятия нашего как бы ну малого ума, скажем так, да, сознательной нашей части, мы можем поставить перед ним задачу наблюдать ощущение от дыхания. Не само дыхание, а ощущение от движения воздуха. И вот это как бы перевести в разряд объективной, ну слоя там, первичного слоя объективной реальности, ощущения. И вот чтобы как раз таки сформировать навык объективного восприятия ощущений, не интерпретации, как бы полупомноженное на интерпретацию, когда мы там заходим, там создал ощущение, так я сейчас не понимаю, я то ли создал ощущение, я их чувствую, то ли это реально у меня сейчас одежда касается, я чувствую, как одежда касается. И все, и застрял в интерпретации собственной. А здесь есть некий слой объективности, ну хотя бы базовый, чтобы точку опора найти для того же ума, да, говоришь ему так, сейчас наблюдаешь ощущение от дыхания там. И на вдохе более прохладное ощущение, на выдохе согретые легкие, более теплые ощущения, и находишь разницу в температуре этих ощущений условно, там, да, на вдохе воздух, воздух более прохладный, на выдохе более теплый воздух, но не даешь им никакую оценку, просто ощущение, как ощущение наблюдаешь. И таким образом формируется первый базовый устойчивый навык восприятия объективной реальности, из которой потом вот это делается медитация, там, вот это базовый первый уровень, она делается очень долго, пока вот ты не выдаваешь прям такую, знаешь, вот прям твердость восприятия. Так, вот это объективно, хорошо, что-то твердое появилось, наконец-то, от этой точки начинаем строить мироустройство свое, постепенно, в мире ощущений, как минимум. Вот, и таким образом человек начинает, наконец-то, как бы разделять, разделять интерпретацию и объективную реальность, хотя бы на слое своего восприятия для начала, это, ну, важный этап, из-за этого как бы двигаться дальше тяжело. И даже те, кто, люди, которые приходят там по пятому, по шестому разу на ретрит, на медитативный, то есть они тоже поначалу снова заходят в медитацию с первого уровня и наблюдают ощущение дыхания, и только потом начинают дальше проходить уже более тонкие слои восприятия. Про то, что люди, заходя там снова на ретриты, например, через это проходят, тоже хотел задать вопрос про сохранение этого в обычной жизни, потому что частая тоже история, когда мы практикуем, медитацию все хорошо, я люблю Вселенную, у меня все прекрасно, выходя в соседнюю комнату, там, к ребенку или еще что-то, все, бац, и полетело, да. А что с этим делать, как сохранять вот себя в этом? Здесь важно понимать, что цель практики это не застрять в практике, знаешь, многие там идут, типа вот там, во, есть практика, в которой они убегают от реальности, вот, и здесь важно понять, что цель любой практики это выход из практики, то есть это полный выход из практики, когда у тебя стирается граница между практикой жизни, и практика, ну, по сути, навык практики, который получился, интегрируем в жизнь, без интеграции, без этого процесса, это, ну, это утопия, то есть не работает так, это будет история убегания от реальности в другую реальность, условно, вот, я так, ого, мне там так хорошо, а туда вернусь, там опять вот это все, там, опять эти там скандалы какие-то, значит, недовольство мной и так далее, и вот человек убегает, вот где там, у него ничего не происходит, происходит некая такая, ну, вакуум, тишина, да, вот, и здесь, конечно же, ну, то есть, допустим, я как курсы строю, и всем рекомендую именно так строить курсы, чтобы была обязательно интеграционная часть, ну, то есть то, что ты получаешь, не когда-то потом ты интегрируешь, там, нет, значит, у меня здесь абсолютно социально, как бы, абстрагированная среда какая-то, мы тут медитируем, классно все, у меня там тысяча нет осознанности, я выхожу, значит, с этими тысячами несознанности в мир, и у меня такой раз 200, все, короче, растерялось, да, ой, откат, и расстроился по поводу этого отката, вот, очень важно, чтобы ты в процессе уже начал интеграцию, стирать вот эту границу, то есть между тем, что ты получаешь в практике, в виде состояния, и интеграция ее в самих, в самоприсутствии, в действии, в механику самой жизни уже, и вот это отношение к откатам, да, надо понимать, что есть, всегда есть неизбавляемый остаток, ну, допустим, ты заходишь, у тебя 200 нет осознанности, заходишь в практику, у тебя там вот та самая тысяча, ты выходишь из практики, ты, когда столкнешься с социальной реальностью, конечно, эти условия не равны условиям ретрита, то есть ты, когда выйдешь туда, у тебя там будет там минус 400, условно, у тебя будет там 600, да, но у тебя, ты либо сейчас фокусируешь, что у тебя минус 400, или что у тебя плюс 400 несбавляемого остатка, это вопрос как раз твоего отношения к жизни, вот, всегда будет несбавляемый остаток, да, любая, любая практика, когда ты вытаскиваешь себя из контекста реальности, погружаешь какую-то практику, ну, более-менее нормальная практика, она даст тебе вау-эффект, такой, типа, ясность какую-то получишь в этом состоянии, и вот люди пытаются ее сохранить, выходят, значит, курсы такие, как сохранить состояние, мне надо вот это состояние там, вот это сберечь, там, так, ну-ка, у меня, и все начинают, а у них другая реальность у людей, как бы, которые, к которым ты вернулся, и человек, либо пытается их ударить своей реальностью, там, да, навязать как-то свою реальность, либо пытается от них абстрагироваться, чтобы только не трогайте, пожалуйста, мое новое состояние. А состояние, оно для чего? Оно для инвестирования, ну, то есть для проживания в самой жизни, и его невозможно сохранить, так как в течение реки оно течет, протекает, и вопрос, куда ты инвестируешь это состояние, во что, там, в корневые действия или привычные, если ты возвращаешься из практики, ты получил состояние ясности, расширение сознания, возвращаешься обратно и в привычные действия инвестируешь, Ты просто расширишь свое поле сансары, и все. То есть ничего не изменится. Изменятся декорации, возможно, поменяются объемы, но суть не поменяется. И вот здесь важно понимать, что когда ты выходишь из какой-либо практики, возвращаешься обратно в социальную реальность, то будет здорово, если ты выберешь корневые действия, антигравитационные действия относительно предыдущих твоих моделей поведения, относительно твоих привычек, твоей старой нормальности. И вот ты выходишь уже и вкладываешь, ну, самое лучшее в корнях, в корни давать сразу же, там, не знаю, с мамой, там, инвестировать в родителей это состояние, там, поговорить или там, строить с ними какой-то вечер, там, в свою семью, там, да, в детей инвестировать это состояние, или в свои какие-то корневые действия, там, с командой. Ну, не важно, там, как бы у всех, а это будут разные действия, но важно, чтобы они были антигравитационными, не притянутыми, там, к своим, к твоим привычным каким-то делам. Правильно ли я понимаю, что, получается, нам нужно прийти к состоянию, в котором мы не выбираем. То есть мы просто живем, что называется, в потоке. Вот я не выбираю, например, там, не знаю, вот, взаимодействовать с нашим оператором Сашей или не взаимодействовать, а я просто, как бы, вот чувствую, что да. И у меня не возникает вот этого фрустрирования выбора, да или нет. Так работает или нет? Ну, смотри, надо понимать, что любой выбор живет в пределах ума. За пределами ума выбора нет. Сердце вообще не выбирает. Сердце живет себя и проживает жизнь. И да, ну, отвечает на этот вопрос, да. Просто нужно разнести, да, эти понятия немножко. Вот есть, ну, скажем так, желание что-то выбирать или вообще обстоятельства, которые тебя принужают к выбору, это говорит о том, что у тебя было движение из ума. То есть, любое обстоятельство, принуждающее к выбору, идентификация того, что до этого был предвестник, предвестником этого было движение из логики. Ну да. Вот, так оно могло к этому привести. И когда у тебя, ну, условно, случается вот такое событие, когда тебе приходит то, что ты хотел, допустим, да, или там в твоей какой-то, в твоем векторе развития, что-то случается с тобой за пределами линейного там мышления, вот, это говорит о том, что у тебя есть уже устойчивое состояние доверия, осознание, уверенности, вера, уверенность в себе, как бы, и ты из вот этого уже состояния переходишь в чувства, то есть отдаешься чувствам. И через это, получается, ты за счет того, что ты чувствуешь, ну, короче, своим вниманием ты можешь ощущать, что называется, интуицию вот это все, что да, это мое или не мое, то, получается, ты не выбираешь. То есть ты... Ну, давай еще попробуем чуть-чуть добавить сюда понятийного ряда. Вот логика может простоить некий маршрут, как бы, да, типа, вот тебе понятно, как оказаться с этого кресла, оказаться на диване, то есть ты должен встать, пойти, как бы, там оказаться, условно, да, вот. И логика тебе говорит, вот это, это надо сделать, и, как бы, я верю, что это работает, и вот эта вера, как бы, она тебе, ну, это вера, по сути, в твои действия какие-то, да, которые, и вера в физику мира, что тебе нужно физически свое тело взять и путем механических движений там перенеси себя туда, вот. Квантовый мир, он тебе, как бы, ну, условно сейчас, вот здесь прям совсем прям утрировать, да, и понять, как это работает, вот ты едешь на машине, даже вот без этого перемещения, едешь на машине, и ты, как бы, на дорогу наезжаешь, да, вот, и это линейная логика. А квантовая логика, это когда ты сидишь за рулем, а на тебя дорога наезжает, условно. Да, ну, притяжение. Ну, как бы, это, это суть момента, на самом деле. Момент, он статичен, ну, то есть момент вечен и статичен. А, как бы, то, что через момент протекает, вот это, как бы, ну, сама жизнь, условно, протекает через момент. Вот, когда у тебя нет усилий, ты не бежишь, как бы, там, да, всю вот эту монументальность момента пытаешься у тебя за собой в какую-то новую точку переместить. И сколько бы ты ни пытался, там, даже если тетка, она отъезжается размер на там, как ты бежишь. А, оттягивай, скажем так, в свою обратную локацию, в свой дом. Вот, и здесь получается, что у тебя, ну, кардинально меняется взаимоотношение с реальностью. И это, ну, это подтверждено не просто, типа, там, твои, твои какие-то фантазии твои, да, физика мира так начинает работать, отыгрывать тебя таким образом. Ну, да, я вот... Но в пределах допущения твоей логики. И, наверное, твоей веры и уверенности. Насколько ты считаешь это вообще возможно? Ну, вот, допустим, взять квантовую физику, да, сегодня она пришла к какому-то заключению, там. А это же наука, она может оперировать только твердыми понятиями, которые, как бы, там, ну, вот, как-то доказаны, там, понятивные, логики обоснованы. Ну, вот. Наблюдатель влияет на объект наблюдения. Все, точка. Чтобы нам все-таки оперировать и выйти в квантовую физику, нам выйти надо за пределы квантовой физики, которая описана. И надо понимать, что, да, наблюдатель влияет на объект наблюдения, но в первую очередь наблюдатель имеет представление об этом объекте. И, как бы, взаимодействие с физикой мира происходит через представление об реальности сначала. Вот эта база, которая формируется, а потом уже, как бы, взаимодействие с реальностью. Да, я просто почему спрашивал, потому что, если... Я люблю играть в эту игру, переводить абсолютно не то, что нельзя описать словами, а попытаться описать словами. Понятно, что, грубо говоря, там, пока у человека не будет этого опыта, а ему некоторые там вещи, из тех, о которых мы говорим, сложно понять. Это может казаться какими-то там шизотерическими рассуждениями. Это понятно. Ну, по крайней мере... Ну, хорошо, пусть можно поставить такой клеймо на наш разговор, но факты-то от этого не отменяются. Да, тут я к тому, что мне интересна именно вот эта игра, когда с помощью нашего разговора, даже человеку, у которого такого опыта не было, у него произойдет инсайт, который чуть-чуть приблизит его к этому опыту. То есть мне кажется, что, судя по вашим комментариям, у нас это получается. Да, тут важный момент, что инсайт не является самодостаточным инструментом для расширения сознания. Инсайт – это то, что должно перейти в состояние, где инсайт перестает быть инсайтом. По сути, инсайт – это способ вдохновиться, выделить энергию вдохновения, направить ее на расширение сознания, по сути, на действие, которое придет к расширению сознания. Ну, как некий впрыск какой-то энергии, которую потом можно… Да, 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 которую ты трансформируешь именно в изменение, как раз в расширение сознания, восприятия своего. Потому что иначе это будет дофаминовая зависимость. О, инсайт, какое интервью, вот это вот он сказал, сейчас вот такой вопрос классно задал. И дофамин вырабатывается, и человек упадает дофаминовую зависимость. Вот инсайт, потому что ему уже достаточно, то есть ему достаточно как бы кайфануть от того, что он сейчас услышал. И ему уже от этого как бы порции дофамина может как бы возникнуть инфантильность к тому, а зачем делать, если я так получил, как бы вот это вот состояние наслаждения. Да, это тоже интересно, вот эта гонка за информацией, какими-то вот инсайтами, да, тренинги, книги и прочее, которая потом не выливается в действие и приводит к тому, что люди попадают в состояние такого страдания из-за того, что, ну, я же вроде столько всего знаю, у меня столько этих инсайтов было, а я не знаю, ну, где, где этот самый... Слушай, мы проводим много исследований, на самом деле, на эту тему. Довольно такие интересные результаты, кажется, на этот счет есть. Поэтому тут, конечно, кому-то нужна доказательная база, да, чтобы поговорить на какую-то тему, конечно, классно, там сесть в практику, классно, но типа, у меня ум не пускает, пока мне не обоснуете, что это реально как бы там, типа, есть цепочка умозаключений, которая меня логикой выведет из моей предыдущей логики. Ну, для таких людей вызов в том, чтобы как раз-таки отказаться от цепочки и войти в доверие, как я это вижу. Ну, некоторые настолько сильно загнуты логики, что они в доверие вообще не допускают себе идти, и поэтому как раз... Ну, слушай, есть на самом деле подвижки. Вообще весь курс построен, допустим, в скритериальности тоже, он построен так, что там я логикой вывожу логику из логики, и это, возможно, дает как бы немножко вздохнуть. И вот в этом вздохе, как бы, да, там, ну, это сейчас метафора вздоха, но какое-то время есть определенное, в котором человек может как бы позволить допустить себе там какое-то время побыть в чувствах, и потом в этом осознаться в процессе, и это вдохновит его выйти из старых парадигм как раз восприятия реальности. Ну, опять же, как я это вижу, потому что наш животный ум, наша животная часть хочет объяснений, понятности, и просто так сделать какую-то практику или еще что-то, это, ну, непонятно, а когда есть объяснение, еще и научная база, например, обоснованная, да, то сразу же авторитетность, и да, это точно мне нужно. Хотя, по сути, мы же понимаем, что даже вещи, которые описаны там с доказательствами и прочим, имеют всегда погрешность того, что есть вероятность того, что это может не случиться. Да, и более того, это будет работать в реальности другого человека только тогда, когда, то есть, авторитетность этого человека будет, значит, непоколебима внутри воспринимаемого. В описании под этим видео, как обычно, будут ссылки на все полезные материалы, все, что мы можем предоставить от Александра, все, что у него есть. Поэтому, если у вас отзываются, вы чувствуете, что вам по пути, то переходите по ссылке, знакомьтесь, проходите, и потом в комментариях напишите, если вы это сделаете, собственно, получилось ли у вас дойти до того, о чем Александр говорит. Добро пожаловать. Подводя тогда итог нашей сегодняшней встречи, как я считаю, очень замечательной, потому что мы прям поднялись на довольно высокие уровни. Ну, есть некий фаерволк, поначалу как бы долго раскачивались, есть фаерволк, кто вытерпит начало, подойдет на сути здесь. Ну, у нас такая публика, что, я уверен, вы еще здесь. Возвращаемся к тому, с чего начинали, чтобы очень красиво всю эту историю завершить. События, которые происходят в мире, они происходят, да, мы очень прошли вот этот путь в глубину. Возвращаясь обратно, какой-нибудь, не знаю, совет, пожелание, наставление от Александра в этих событиях, потому что мы же понимаем, что, скорее всего, не произойдет такого, как многие хотят, что по щелчку все опять хорошо. Давайте вот как было до... Сначала, как говорит, давайте пусть будет как до 2020 года. Теперь говорят, ладно, давайте пусть как будет. Хотя бы с карантином. Да, да, да. Пусть это все будет, давайте откатимся. Мы же понимаем, что такого не будет. Будут новые события, вызовы для кого-то негативные, для кого-то положительные. Вот какое-то видение пожелания от Александра, которое поможет пройти этот период, это время с максимальным комфортом, радостью, счастьем. Ну, наверное, я пожелал бы расширить свое восприятие реальности до пределов понимания, в котором рождается безусловное позитивное отношение к жизни. Если не получается расширить сознание, то можно хотя бы допустить и просто начать безусловно позитивно относиться к тому, что происходит. Ну, и, конечно же, я крайне рекомендую здесь две вещи. Первое – это идти в практике повышения чувствительности, а второе – не предавать себя после обретения этой чувствительности, давать внимание своим чувствам. И финальный вопрос. Может быть, есть какой-то лайфхак, как можно начать не предавать себя? Ну, может, каким-то вопросом одним. Вот прям в бытовых ситуациях может задать себе какой-то вопрос. А не предаю ли я себя? Ну, вот что-то такое, что вот можно прям сразу после просмотра взять и использовать. Ну, давай так. Значит, завтра утром ты просыпаешься и первым делом обращаешь внимание на свои чувства, а не на время. То есть, что происходит обычно? Человек встает и смотрит, сколько времени. То есть, ему нужно сначала… Ну, то есть, он уму дает ответ идентификации некой. А когда ты просыпаешься, даешь внимание своим чувствам, по сути, своему сердцу, даешь внимание себе. И тогда выстраивается иерархия всего дня вообще в целом. То есть, день будет твой или день будет твоей личности, в которой, там, условно, за пределами которой спрятан ты. Вот, поэтому просыпаешься с утра, ставишь вечером такую себе задачу, да, проснуться и первым делом там не телефон посмотреть, а посмотреть на свои чувства. Там точно будут чувства, там точно будут ощущения, какие-то будут. То есть, и прям пробежаться по телу, посмотреть себя, идентифицировать себя сначала через чувства, а потом уже через внешнюю реальность, интегрировать свои чувства в внешнюю реальность. Ну, хорошо, можно потом время посмотреть. Ну, вот, в целом, такой, наверное, совет, самый такой очевидный, как научиться включать, в первую очередь, себя, а не свою личность в начале дня. Потому что, как мы день начинаем, так мы, в принципе, его и проведем. И за пределами этого дня, сегодня, там, если смотрите это видео, можете поставить перед собой задачу завтра с утра, еще перед даже чувствами, улыбнуться до открытия глаз. Это тоже, да, такое еще, когда ты глаза открываешь, у тебя текущий Windows уже загрузился и уже не успел. Сообщения об ошибке полетели, или про задачи какие-нибудь, которые перед днем стоят. А вот если ты еще смог осознать себя до открытия глаз, еще и улыбнуться, такой опрус сделать, да, согласовать, так, стоп, улыбка этого, вообще, на самом деле, проявление души всегда, всегда, если она искренняя. Вот, и в этот момент ты, получается, все, находишься в полном контакте с собой. И тут принимаешь решение, кто хозяин сегодняшнего дня, что сегодня будет. Ты сегодня будешь жить по чувствам или по обстоятельствам. Спасибо, прям, мы очень разделяют подход. Потому что часто сам себя ловлю на том, что с утра просыпаешься, сразу телефон. Сколько времени? Там не только время, там сразу сообщения, еще что-то. И у меня вот, пока вы вот это рассказывали, такая аналогия пришла. У меня почему-то приходят аналогии с компьютерами, с играми, хотя я с этим вообще никак не связываю. Мне люди там пишут в комментариях. Не, ну это очень хорошая метафора, на самом деле. Ну, мне кажется, да. Просто мне люди пишут, да что там ведущие со своими играми компьютерными, хватит играть, а я вообще в них не играю. Короче, когда Windows мы включаем компьютер, у нас перед запуском Windows можно поймать вот этот момент, по крайней мере, так было раньше, когда сочетанием клавиш можно запустить BIOS. В этом BIOS сделать какие-то настройки, которыми повлиять, ну, грубо говоря, там на операционную систему. Вот мне показалось, это очень похожая аналогия. Ну, вообще, я использую тоже такую метафору, на самом деле, и тоже часто компьютерные технологии используют, потому что они созданы по подобию человека, на самом деле. и уровень нахождения внимания на ощущениях, это и есть BIOS. То есть, это и есть начало, по сути. Когда мы до, как бы на уровне до операционной системы. Это то, что доступно конкретно тебе, и то, что не подвержено программированию, как минимум. Да, можно зайти через эмпатию на уровне ощущений. И вирусов, кстати, нет. вирусов там нет. Вот, это важно. Поэтому есть, это самый первый уровень, вообще, с которым важно разобраться, потому что, если разбираться на уровне ума, то ум подвержен программированию. И там тяжело разобраться, если идти сразу туда. То есть, важно сначала разобраться на уровне биоса, на уровне ощущений, как раз. А потом уже из этого состояния идти дальше. Переходить. Потому что, оттуда будет уже понятно, где твое, где наносное. Супер. Александр, большое спасибо. Благодарю. Я получил огромное удовольствие. Надеюсь, что вы тоже. Если вам понравилось, не забудьте лайк поставить на видео, подписываться на наш канал. Напоминаю, что в описании под видео все полезные ссылки на ресурсы Александра, его курсы. Пишите свои комментарии, насколько вам понравилась наша беседа, какие инсайты у вас произошли. И вас благодарю за просмотр. Александр, еще раз большое спасибо. Я тоже очень хочу поблагодарить тебя, потому что редко встречишь такого интерьера, который задает такие интересные, не то чтобы правильные, но вопросы, которые раскрывают все больше и больше в глубину. Казалось бы, в диалоге идем, у тебя вопросы еще глубже прошли, вопросы еще глубже. Я тебе очень благодарен тоже за это. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok